Мы рады приветствовать сегодня юных исследователей и их наставников. Давайте поприветствуем их аплодисментами. Сегодня наступил день, когда рождаются новые открытия, новые таланты и новые знания. Сегодня мы в шестой раз пришли на научно-популярную, научно-практическую конференцию учащихся начальной школы Эбрика. Для открытия нашей конференции в начале звучит гимн Российской Федерации. Просьба всех встать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Слово для приветствия предоставляется исполнительному директору школы Бойцову Олегу Николаевичу. Ребята, привет! Здравствуйте! Здравствуйте, мои хорошие! Наши хорошие юные исследователи. Сегодня замечательный день. Когда я вот пришел в школу, смотрел из окон кабинета во двор школы, я смотрю, родители несут какие-то интересные вещи, думаю, что это такое. А я же вспомнил, конечно, сегодня конференция у вас замечательная. 5 апреля в нашей школе прошла конференция для старшей школы. И более того, эта конференция у нас считается всегда международной, потому что в ней принимали участие ученики не только из нашей школы, не только из нашей Москвы, а из разных городов России, из Якутска, из Минска, из городов ближнего зарубежья, из Казахстана и даже из Южной Кореи. Это была международная конференция. В ней приняли участие 70 человек. 70 человек приняли участие в этой конференции. И вы подхватили наш такой вот олимпийский огонь, и сегодня еще одна наша конференция. Вы юные исследователи, и я вам завидую, потому что в вашей жизни еще столько неоткрытого. Вот уверен, что сегодня будет невероятно интересно и много будет открытий. Я завидую вашим учителям, потому что у них есть такие замечательные вы, пытливые, умные, такие юные почемучки. Я очень прошу, чтобы вы никогда не потеряли вот это вот желание задавать вопросы «почему?», чтобы вы всегда были юными исследователями. И через несколько лет, я уверен, вы станете уже такими подросшими исследователями и будете принимать участие в нашей такой взрослой конференции. И более того, у нас в жюри сидит не просто юная исследовательство, а вот я хочу, чтобы вы поаплодировали нашей замечательной яйцей. Она победитель вот этой уже взрослой конференции, которая была 5 апреля. Так что у вас есть пример стать уже взрослым, настоящим исследователем и принимать участие в наших взрослых конференциях. Я желаю вам сегодня победы, удачи. Понятно, спасибо огромное, ясно. Понятно, что будут победители, будут чуть-чуть и проигравшие. Но то, что вы здесь, это уже ваша победа. Пожалуйста, услышьте меня. Никогда не теряйте вот этот азарт быть исследователем. Никогда не теряйте желание задавать вопросы «почему?». Будьте настоящими юными причемучками. Успехливо! А теперь самое интересное. Начинается научно-практическая часть нашей конференции Эврика. Вашему вниманию сейчас будут предоставлены результаты исследований наших ребят, которые они осуществляли под руководством своих научных руководителей. Наших учителей. В течение всей процедуры защиты проектов будет работать строгая комиссия. Представляю жюри. Председатель жюри. Бойцов Олег Николаевич. Исполнитель и директор школы. Мозговая Татьяна Евгеньевна. Заместитель директора школы. Осмоловская Елена Андреевна. Педагог английского языка. Никитина Ясна. Призер международной конференции школьников языка мира. Учениц шестого класса. Медведева Светлана Вячеславовна. Педагог дополнительного образования и организатор школы. А теперь о правилах. Регламент выступления не должен превышать 7 минут. Вопросы участникам конференции приветствуются, но не должны превышать 3 минут. Большая просьба отключить всех звук мобильных телефонов. Если вам необходимо выйти, нужно дождаться окончания выступления предыдущих докладчиков. Ну, такие простые правила. А сейчас также я призываю зрителей принимать участие в нашей конференции, задавать вопросы. Вопросы. Для этого нужно будет поднять руку. Ну что, мы начинаем наш праздник науки? Да! Итак, желаем вам всем удачи. И помните, что упорство, труд, терпение должны быть вашими самыми главными помощниками в достижении научных и не только целей. Итак, приглашаем на эту сцену первый А-класс. Коллективный проект «Кто такая? Баба Яга». О, какая интересная! Угу. Не то, что так делал, но и то, что как-то воникал. Не знаю. Кто? Успокойно. Данечка. Писаж. Может, где же пирс? Небеска? Да. Будет много, надо передавать. Да. Просто громко догладить или как вам? Вот. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые жюри Тема работы выбрана не случайно Читая русские народные сказки Мы заметили, что папа Ильга, кроме плохих поступков Часто помогает главным персонажам, сотворяя добро Мы решили узнать, а такая, или уж плохая это, папа Ильга Ах, какая она ужасная, злая, кровожадная Кажется, прилетит на ступе Хвать за ногу непослушного мальчика Ты в избушку на курьих ножках уйдет, а там поди, съест А может, баба Ильга поможет Ивану Царевичу вернуть похищенную красоту? Где тут правда, где Ильга? Почему бы он в этом не разобрался? Никому не помогало, кто позорится за вещи имена моих предков Кого в петь засунуть, ему разуму научить Не боимся мы тебя, Ильга Знаем мы про тебя все Не пугай людей, мужика, слушай, что мы узнали про тебя Это как, эх, ребятки Если мне не понравится, то я вас петь засуну и вас тоже Баба Ильга – самый спорный образ русских народных сказок Поэтому мы решили изучить его получше Образ бабы Ильги изучали и продолжают изучать такие ученые, как Лавровский, Афанась и подебня и другие Мы обратились и в трудах, мифам и легендам, чтобы узнать, откуда взялся образ ведьмы в ступе с метлой В первую очередь мы узнали, что Баба Ильга – это очень древнее салянское бодрство Первоначально бодрство смерти Задумайтесь, она связывала мир живых и мертвых Позже ее облик стал для нас более привычным Теперь Баба Ильга – это колдунья, летающая в мифе Которая наделена магической силой А также она хранительница домашнего очага Роды, традиции, детей и домашнего хозяйства А теперь подумайте, стал бы народ злодея хранить себе дом и назначать Исторический факт Доблевших малышей приносили ведьме Бабы Ильге И она запекала их в печи Кстати, печи тоже помогают Мы прочитали русские народные сказки Принукомились с образом Бабы Ильге И проанализировали поступки доброй и злой Узнали мнение учеников сказкам и об образе Бабы Ильге Мы хотим доказать, что Баба Ильга может быть не только злой, но и доброй Эти знания мы хотим передать всем учащимся в нашей школе Извиниться к отношению к старушкам и сказкам Вряд ли у вас получится их переубедить Интересно, что наряду вы начинаете? После изучения литературы мы провели оброс среди третьих и четвертых классов Потому что нам стало интересно, что думают другие ученики об образе Бабы Ильге Им было предложено следующее задание Лебеди любят сказки? Большинство отец думают, что любят сказки Какие сказки вы читали с Бабой Ильгой? Чаще всего встречались гуси-лебеди, царевна-лебушка, каша из топора и так далее Сколько Бабы Ильге лет? Все читают, что Бабы Ильге более ста лет Старая, хитрая, злая, хитрая Любит делать плохие поступки, ест маленьких детей Летает на метре и живет в избушке на курях нож Бабы Ильга отрицательный герой или положительный? Большинство ответило, что отрицательный герой Во всех сказках Бабы Ильга играет важную роль Но когда к ней приходят персонажи Она как последняя надежда, последняя помощница В сказках она либо помогает, либо нет Зачем мне помогать? Все старые называются на мою дружку Всем чего-то надо Мы прочитали Мы прочитали Мы прочитали Прочисленный сказок В первом сказке Бабы Ильга отрицательный герой А во втором положительный Берете все Во всех сказках я злая и вредная Дама, хоть возьми гуси-лебеди Мария Мария Рыбна Бабы Ильга, гостяная нога Уже название зловещее Бабы Ильга, тише Вот мне больше всего понравилась сказка Василиса прекрасная Ты помогла Василисе, дав ей огонь Не было такой А вот сказки гуси-лебеди Мы долго думали, зачем ты украла братца Зачем, зачем Съесть хотела А чего не съела? Не успела, сестра его забрала Исторический факт Заболевших малышей Приносили ведьме Бабы Ильге И она запекала их в печи Кстати, печь тоже помогает Связываться миру живых С миру мертвых Баба Ильга знает Прошлое и будущее Баба Ильга брала Банныр детей Запекала их в печи Чтобы краски сохранили жизнь дитя Дали поддержку и сил Ребят их после выздоравливали А я слышал, что ты хотела Проучить и сестричку Чтобы она больше никогда не расставлялась Чтобы она выбрала Да, одного Таким и жила Политого Вот-вот Рассказка Рассказка Это добрая королевна Царевна лягушка Пойди туда, не знаю Куда Принеси то, не знаю Что Ты помогала Героям У тебя добрый умысел Даже если ты не сразу помогала Подавала подсказку Чтобы каждую свою урок Потому что ты мудрая женщина Хоть я мудрая Хоть я и мудрая Но мыть от этого зла не перестану Еще обычно пришедший знает Что ли, знает Как в дуне ездить И запекать Их печи Связанные с темными силами По факту же Баба Ивана Предлагала гостю посетить ванну Расспрашивала Зачем пришел Льва ловцы там поесть Это все напоминает Ритуал в загробный мир Причатший к побеге Попросит баньку Из таких-то добра Молодца Накормить Показывая Что не боится ритуала И имеет на него право Даже настоящий герой Может преодолеть Любые препятствия Конечно, жить в лесу Куда почти никому не добраться Вот одиночество И одичать можно Но душа у тебя добрая Славяне выбрали тебя Как хранителя Очерка и дома И не зря Когда с вами приходит гость Ты накормил Да спать его лишь Значит, баба Ивана Не такая злая И вредная дама Да, да Она добрая Нет, нет Вот на основе наших исследований Мы придумали собственную сказку Она называется Баба Ига и Петя И надо сказать Как ты можешь проявить Свои добрые качества Конечно, без удачей Это все это не получится Как откроешь книгу Оттуда выскочит лучик Петя Да и мы будем приходить К тебе в гости Да и ты можешь Заглядывать к нам в школу Это правда Мне так приятно Никто мне не дарил Книгу Мне очень приятно Так уж и быть Без пяти сегодня обойдемся Мы хотим, чтобы наша работа помогла Помогла взрослым детям внимательно читать книжки Что каждый достоин Чтобы его поняли И знали И выяснили истинную мысль Проанализировав всю информацию Мы поняли То, что бабушка может быть это в раз Спасибо Спасибо вам дорогие ребята Аплодисменты Аплодисменты первого класса Постойте, постойте Постойте, постойте еще А сейчас будут еще вопросы Вопросы Если от зала Вопросы Можно? Да Вот Елена Валерьевна Так Ребята, скажите, пожалуйста Я вот увидела вашу книгу И там есть иллюстрации Просто изумительные А вы их сами рисовали? Да Как здорово Ну, послушайте Такое великолепное выступление Такая яркая презентация Такой классный ваш дебют Да? Вам самим? Понравилось? Да Кайфанули? Да Точно? Получили удовольствие? А какая у вас милая Даже баба Ягой назвать невозможно Эту прелесть Эту Анастасию прекрасную Как вы думаете? Вы свою местную бабку-ежку Переубедили? Она таки хорошая Добрая Точно? Мудрая женщина Это я так пошутила, конечно Умнички, молодцы Мы рады за вас Вы так выросли Вы так выросли за этот год Просто гордимся вами Да, Олег Николаевич? Гордимся Ребята, а у меня такой сложный будет вопрос Философский Да, то есть вы еще не знаете Наверное, что такое философия Вот поразмышляйте А легко ли быть добрым? Да Нет Нет Да Вот кто считает, почему легко быть добрым? А кто считает, почему тяжело быть добрым? Ну, по одному умению Тяжело Расскажи, бабуль Тяжело ли быть добрым? Тяжело Почему? Потому что я баба и да Ну, правда ведь Нет, вы молодцы Я не требую сейчас от вас подробного ответа А то, что мнения разделились На самом деле, ведь правда Это вот вопросы Да, вы задумывались Да Потому что именно Ты как бы живешь в одиночестве И у тебя нету такого ощущения Скажем так Это если какой-то Бывешь добрым или злой? Ну Вот если ты думаешь У добрых людей больше друзей или нет? Да Вот даже бабка сказала, что больше А у злых как раз их меньше Конечно, поэтому Добрым, наверное, бывает И легче жить Потому что много друзей Но добрым быть, наверное, сложнее Потому что иногда Твоей добротой могут что? Опыт Воспользоваться Да, вот иногда Помните, в сказках Там же Добротой-то тоже иногда воспользовались Да? Обманом, добротой Так что да Вот это очень важно Да, еще два Надо уметь быть доброй И быть сильным Да, надо иногда быть Нет, ну лучше быть всегда добрым Но быть добрым, но сильным Да? Вот это вот очень важно Это у нашей сказки будет Надо уметь отказывать Ух ты, боже мой Да Надо уметь отказывать в печку лезть Правильно? Видишь, бабка тоже спасала Некоторых людей И на самом деле Добрым быть Это действительно очень важно Очень Попробуйте Тяжеленно Это очень важно Вот это самый главный ответ И молодцы Что вы задумались об этом Спасибо огромное Просто невероятное Спасибо вам И ваших учителя Прекрасно Есть ли еще вопросы от ребят От учителей? Есть вопрос? Нет вопросов? Большое вам спасибо, дорогие ребята Аплодисменты первому атласу А кто же выйдет у нас на эту сцену сейчас? Ну где первый А, там у нас и первый Б А первый Б представит коллективный проект На тему Зачем мыть руки? Приглашаем их на сцену Пришел 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Мы решили, что это исследование нужно для того, чтобы все дети понимали, зачем тщательно мыть руки и какое стрессо помогает лучше избавиться от микробов. Мы предположили, что если мы будем тщательно мыть руки, то мы сможем избавиться от всех микробов и сохранить наше здоровье. В течение тысячи лет своего существования человечество не могло представить, что является причиной заболевания. В 1862 году Луи Баскер первым выделил теорию о том, что причиной заболевания являются микробы лежа в плите, в воздухе, в воде, на клавиатуре компьютера, сотового телефона, каврау, деньгала, немутых в руках, шерсти животных, фрунтах, кружках и прочих предметах. Как же микробы попадают в наш организм? Один из самых легких способов – наши грязные руки. Когда мы прикасаемся к предметам или людям, на которых есть микробы, эти микробы могут во время еды попасть в нам в рот. Рот – это дверь, ведущая пищеварительную и вдавательную систему. Микробы могут попасть в наш организм как непосредственно руками, так и при наличии таких привычек, как грызть ногти, как на шеи и ручки и облизывать пальцы. По причине немутых рук, чаще всего болеют кишечными инфекциями. Основные симптомы – боль в животе, повышение температуры, ревота, диарея. Отсутствие привычки матировки может быть опасной не только для самого человека, но и для его окружения, так как он может распространять заболевания в семье и среди других. Как же мыло мылит в числе? Мыло наступляет на мелкие кусочки жир и грязь, но жир в воде не потаётся, и его нельзя смыть водой. Его можно смыть только мылом, обвалативая его плёнкой, а вода потом смывает. Чтобы наконец-то узнать, действительно, на грязных руках и предметы скапливаются огромное количество микробов, мы провели в классе очень простой эксперимент. Для этого были куплены чашки-беркеса, уже готовые к питателю из цветов. Всего для этого нам понадобилось 10 таких чашек. В питательной среде левой чашки мы предложили деньги. Во второй чашке грязные руки, в третьей немытая яблоко, в четвёртой ручку до письма, ведь многие её любят грызть. В пятой чашке петри мы приложили вымытую руку с мылом и водой. Шестой, взятый из фоноте из мылок, седьмой руку вымытой водой без мылок. Восьмой руку обработана антисептиком. Девят, рука вымытой мылом, и обработана антисептиком. А благодаря 10 этой чашке Петри мы на зверя реалии миф, который голосит, если упала и лежит меньше пяти секунд на полу, то микробен спирит присяд. Однако мы взяли яблоко, которое чисто помыли с мылом изначально и ранили его на пол и подняли спустя 3 секунды. После всех этих манипуляций мы герметично закрыли чашки Петри, подписали каждую и оставили их в глазах. В течение 4 дней мы наблюдали за образцами. Спустя 4 дня мы подвели итоги, что произошло в 5-7-8 чашках. Практически все покрылись пятнами бактериальных колоний. Но особенно жутко выглядела чашка, к которой мы приложили ленемытые руки. Она покрылась вся микробами. Зато образец, который трогали после тщательного мытья руководил с мылом, только на 4-й день стал покрываться небольшими колониями микроорганизмов. Чашки к питательной среде, которые прикасались с мыломками, а обработанные антисептиком, остались безвидимыми серминиями. Таким способом мы нагляли к ученикам в начале школы, что даже если руки на первый взгляд кажутся честными, то они все равно и с мылом, в которой необходимо добавляться водой и мылом. И еще доказали эффективность антисептики. Но невозможно заменить мылом, а не все же, ведь жидкость удаляет загрязнение с кожи. Таким образом, пройдя исследовательскую работу, мы сможем сделать следующий уровень. Первое. Причиной дефекционного загревания является микроба. Второе. Необходимо обязательно мыть руки с ног, так как в детстве опрылется множественная проба. Третье. Очевидно, что с заменой мыла антибактериальные средства считать нельзя. Их можно использовать только в крайних случаях. Четвертое. Благодаря результату нашей исследовательской работы, ребята в начальной школе стали чаще мыть руки с мылом. Ну а чтобы поделиться опытом, мы сняли небольшой фильм. Внимание на экран. Мне кажется, я устал. Никакого мне вдохновения. Учиться, учиться. Наверное, ты так далеко. Русский, английский, русский, английский. Скучно. И все нормально. И успеваемость у всех отличная. Но мне кажется, на меня давят эти стены. Уроки, уроки. А так же с победой по травке. Поиграть, помещать в конце концов. В целом картина ясна. Все симптомы обычные. Это легкая школьная усталость. Я пока устала, сейчас умру. Ничего опасного, все излечимо. Просто нужно устроить себе маленький праздник. Праздник. Праздник, праздник. Ура! Праздник, праздник. Что здесь происходит? Как что? Праздник. Никакой усталости. Мы что, все маму на пузыри ввели? Ну, ты же сам маму посоветовала устроить праздник от легкой школьной усталости. Да, да, лечение сработало. Рады за вас. Но без мыла наше здоровье может оказаться большой опасностью. Мне кажется, ты превышаешь значение мыла чистоплотное ты наше. Преувеличиваю? Да если бы не мыло, то наше человечество бы давно уже вымерло бы. От легкой школьной усталости. Ой, от нее тоже. Ахаха, понятно, понятно. Чистота здоровья. Мы можем мыть руки просто водой без мыла. Первое мыло открыли еще в далекие, доисторические времена. Его и мылом-то можно было назвать натяжкой. Тогда мылись страшно представить обыкновенной глиной. От такого мытья только глиннее станешь. Вовсе нет. Глина отлично справлялась со своей мыльной ролью. Но даже придумав мыло, люди не слишком много внимания уделяли гигиене. И когда в середине века эти грязнули стали жить в больших городах, их продолжительность жизни была невелика. Густо населенных городах и эффекция пространяется очень быстро. И только в середине девятнадцатого века произошла санитарная революция. Все поняли, что надо чаще мыть руки с мылом и пить только чистую воду. Благодаря этому уже в двадцатом веке продолжительность жизни выросла на тридцать лет. Вы никогда не замечали, что руки без мыла отмываются гораздо хуже? И почему? Это происходит, потому что жиром и вода враги. Их молекулы совсем разные. Жир не растворяется в воде, и его нельзя смыть, потому что молекуле воды нечем зацепить молекулу жира. Чтобы зацепить молекулу жира и оторвать ее от кожи, нужен специальный крючок. Этим крючком и служит длинная молекула мыла. Один конец, который не имеет заряда, а другой имеет отрицательный заряд. Незаряженный конец прилипает к молекуле жира. Заряженный к молекуле воды теперь жир. Никуда не денется. Чаще всего мыльные молекулы окружают капельку жира со всех сторон, образуя вокруг шарик. Такой шарик называется мицелла. Когда мы моем руки или стираем белье в мыльном растворе, образуется милионный мицелл, который отрывает кусочки грязи и жира от нашей кожи и одежды. Мицеллы также захватывают и болезнят водные бактерии. Потом вода уносит этими целыми нашими грязью и бактериями. И мы становимся опять чистыми. Неплохо. Мне кажется, я устал. Еще и все время чихусь. Учиться, учиться. Мне кажется, я чуть-чуть поболела. Мне сложно ходить. Ноги прижимают по полу. В принципе, все нормально. И успеваемость у всех отличная. Но мне кажется, по мне кто-то ползает. Оставьте меня все. Я свинья. Теперь вы понимаете значение мыла в нашей жизни. Ну что, понимаете, теперь значение мыла в нашей жизни? Да! Большое спасибо первому новой классу. Есть ли у жюри и у наших зрителей вопросы? Ребята, скажите, пожалуйста, сколько же раз нам нужно мыть руки в день? По разу. По разу. Ну вот сколько? После улицы, после прогулок. Ну раз в пять достаточно? Или побольше? Деньги грязно потрогаешь. Или манья. Или деньги потрогаешь. Несколько раз из рвота. Нет, спасибо. Спасибо. Все, теперь будем мыть почаще. Разве. А вы делали сами эти, ну, микро... Да. Абратцы надо. Когда надо есть, надо всегда руки мыть? Да. Да. Даже после еды. Всегда. Даже после еды. Есть ли у нашего жюри вопросы или комментарии? А что важнее, мыло или антисептик? Мыло. Антисептик. Мыло. Антисептик, это я тоже. Грязь. Они кромыла. Это грязь не убирает. Ну, все, все, убедили, убедились. Потому что, ребят, правда, такая глубокая исследовательская работа. Столько вы опытов провели, так глубоко в тему вошли. А еще и творчество успели проявить, а? Мы прям такие артистичные. Ну, тоже крутой дебют. Прям у нас первоклассники выше всяких похвал. Да? Большое спасибо, ребята. Объявляйте свои места в зале, если нет вопросов у наших зрителей. Подбурные аплодисменты. Молодцы. Очень интересно. Молодцы. Молодцы. Все молодцы. Володя, молодец. Внимание. Сейчас на сцену приглашается коллективный проект 2-го А-класса. Название, узоры и орнаменты на посуде. Готовится Кузьмина и Патерина. Индивидуальный проект. Аплодисменты и приглашаем вас на сцену. Аплодисменты. Здравствуйте, дорогие зрители и жюри. Учащиеся 2-го А-класса представляют творческий проект «Узоры и орнаменты на посуде». Руководитель проекта Белкина Любовь Петровна. Наш проект можно считать интегрированным, так как в нем используется математическое содержание, геометрические фигуры, изобразительное искусство составления орнамента и технология поделки посуды. Начнем с загадки. В ней суп и кашу варят, и картошку жарят. Из нее едят и пьют, ее моют, берегут. Что это? Посуда. Правильно, это посуда. Тема проекта «Узоры и орнаменты на посуде». Цель проекта – узнать, что такое узор и орнамент, как украшают посуду разнообразными узорами. Мы поставили при собой следующие задачи – закрепить знания геометрических фигур, научить рисовать геометрические узоры, создать подделки тарелок в технике по пьемоши и украсть их узорами и орнаментами, обобщить результаты работы, оформить демонстрационный стенд с подделками. Мы выдвинули гипотезу. Если изучить технику выполнения узоров и орнаментов на посуде, то можно научиться самим создавать узоры и орнаменты для росписи посуды. А, научиться читать узор – значит научиться понимать язык наших предков, не потерять живую связь с прошлым нашего народа. В процессе работы над проектом мы применяли следующие методы – метод сбора информации, наблюдения, сравнения и поисковый. Каждый из нас не один раз пользуется различной посудой, например, чашкой, блюдцем, тарелкой. Как правило, посуда красиво украшена различными узорами и орнаментами. Все это создают мастера, умельцы, которые выполняют рост оформления посуды при введении ее в эстетический вид. Ребята в нашей классе тоже захотели стать такими же умельцами, узнать больше способов оформления посуды узорами и орнаментами. В работе над проектом мы выделили четыре этапа и стали исследователями, художниками, мастерами и оформителями. Сначала мы стали подбирать литературу и иллюстрации и принесли образцы из дома. Киемическая посуда узбекский ляган и медная тарелка, украшенная гравировкой. Свою первую посуду первобытный человек начал делать из коры, дерева, лазы, но та посуда была неудобной. Потом из глины стали делать керамическую посуду. Считалось, что керамическую посуду избежала женщина. Древние люди из теми издевают посуду не только удобной, но и красивой. Лилия стали наносить изнообразные рисунки. Современным узором развивались и все более усложнялись. На уроках изобразительного искусства мы познакомились с узором. Узор – это рисунок, созданный при помощи линий, красок и теней. Минодрический узор – это рисунок, выполненный с помощью геометрических фигур. Мы узнали, что такое орнамент. В переводе с латинского языка означает «украшение». Он состоит из ряда последовательностей, повторяющихся в определенном порядке элементов. Существует четыре вида орнамента. Геометрический орнамент состоит из точек, линий и геометрических фигур. Растительный орнамент составляется из стилизованных листьев, цветов, плодов и так далее. Например, джель и гахлома. Зооморфный орнамент включает стилизованные изображения реальных или фантастических животных. И антропоморфный орнамент в качестве мотива использует стилизованные фигуры или части тела человека. Орнаменты бывают двух типов. Орнамент в полосе с высокальными или горизонтальными. И замкнутый орнамент, он компонуется в квадрате, прямоугольнике или круге. На уроках изобразительного спуска мы создавали эскизу узоров и орнаментов для росписи в посуде. В начале XVI века папье-маше стало популярным в Франции. Использовался в основном для изготовления кукол. Папье-маше в переводе с французского языка означает «рваная бумага». Для поделки папье-маше необходима форма, кусочки бумаги, клей и вода. В России папье-маше стало известно во времена Петра I. Фактическая часть. Для изучения ситуации была составлена анкета о росписи посуды. Она состояла из пяти вопросов. Были опрослены 14 человек, учащицы 2-го Б-класса. Анализируя результаты, мы выяснили, что большинство ребят не знакомы с народными художественными росписями. Например, такими, как «Хохлома» и «Джей». Сами еще не пробовали списать посуду. 10 человек, 11 лет хотели бы сами расписать посуду, чтобы доказывать актуальность данной темы. Большинству нравится посуде с геометрическим, растительным и золомостным орнаментом. И они имеют ее дома. Фотоотчет о проделанной работе. Но сначала мы на уроках изобразительного искусства рисовали узор в полосе и в круге. На уроках технологии с Татьяной Евгеньевной мы делали технику из пепьема шеи. Грунтовали наши работы. И самое интересное, мы разрисовывали наши работы. И делали демонстрационный стенд. Мы радуемся нашей поделкой. Вывод. Как интересно находить узоры и орнаменты на посуде и создавать ее своими руками. Проект «Телли достиг» гипотеза нашла свое подтверждение. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, мы готовы на них ответить. Спасибо большое, ребята. Есть ли вопросы у аудитории? Снимайте руку смелее. Есть вопросы. Представься только, пожалуйста. Я Марк. И в каком году придумали пепье-маше? Какая цель вашего исследования? В данный момент мы не можем, к сожалению, в 16 веке. Правильно. В 16 веке. В 16 веке. Есть ли еще вопросы от аудитории? Ребята. Меня зовут Варя. Я из 2-го Б-класса. А сколько у вас ушло на эту подделку? Ну, на узоры. На роспись тарелки. Сколько у вас ушло? Сколько у вас? Тихо-тихо. Ну, сколько мог вы работали над росписью? Над росписью мы работали два урока. А над самим проектом? А над самим проектом 4,5 месяца. Еще вопросы есть у меня? Да. Я Соня из 2-го А-класса. Вам было сложно рисовать изоры? Каким-то да, а каким-то нет. Могу есть вопросы от жюри от комиссии. Дорогие ребята, ну, прекрасный, замечательный, такой глубокий исследовательский проект. Так как я тоже принимала участие в подготовке, я могу сказать, что это далеко не просто. Давайте вспомним, папье-маше у нас получилось не с первого раза. Да? Да. Был брачок был у нас, да. И сушили это все, да. Потом надо было с помощью Людмилы Михайловны, она тоже помогала, принимала участие. Да? Учила красивую роспись. Поэтому это все было глубоко и длительно достаточно. А вот скажите, пожалуйста, дома-то посуду уже начали расписывать? Мам, порадовали? Да. То есть уже на кухне эти тарелки, которые стоят, они уже спаются росписью? Да. Серьезно? Да. Ну, ждем фоточек. Спасибо вам большое. Здорово, ребят, молодцы. Кликер, микрофон, фоникер, расставляешь здесь. Итак, большое спасибо ребятам из 2-го класса. А сейчас мы приглашаем на эту сцену. Готовится у нас Кузьмина Екатерина с индивидуальным проектом «Сквиш. Современная игрушка. Антистресс». А после нее выступает Дидрих Артем. Итак, приглашаем Катю на эту сцену. Спасибо. Здравствуйте. Сегодня я вам расскажу про современную игрушку «Сквиш». Руководитель проекта Кузьмина Оксана Николаевна. Цель проекта – познакомиться с разными видами игрушек нашей страны, изготовить «Сквиш» самостоятельно различных размеров и форм. Задача проекта – выбрать лучшую идею для изготовления игрушки, подобрать материалы, изготовить модели игрушки «Сквиш». Гипотеза проекта. В домашних условиях возможно изготовить игрушку «Сквиш» как альтернативу покупной. Я делала «Сквиш». Сначала я нарисовала или напечатала силуэт. Потом я его скотчем зааллуминировала. Потом я вырезала и с двух сторон скрепила. Оставила маленькую дырочку, наполнила ее наполнителем. После этого я заклеила эту дырочку и проверила, чтобы дырок не было. Потом я взяла иголку и проткнула маленькую дырочку. «Сквиш» готов. Этап работы над проектом. Представить описание внешнего вида, подобрать материал, изготовить модели. Игрушка – это один из самых древних видов искусства, украшающий наш быт и радующий глаз. Игрушку любят все – и взрослые, и дети. Игрушки, они бывают в старину, были разные. Были из соломы, были из дерева, были из глины, из трапочек. Сейчас есть музей с этими игрушками. И к нам приезжал из музея работник, за бабушкой. И мы с ним делали игрушку. Вот. И мы с ним делали игрушку. Родина «Сквиш» считается Японией. Именно там появилась эта современная игрушка. Игрушка «Сквиш» – это такая фигурка, которую можно сжимать, скручивать. И она возвращается в свой же вид. Игрушки «Сквиш» бывают совсем разные. Это бывает еда, предметы. Это бывают вещи. И животные. Для начала работы необходимо выбрать силуэт рисунков. В моем случае их пять. Облако, шоколад, литинец в виде сердечка, мороженое, чупа-чупс. Для работы необходимы следующие материалы. Скотч, цветные карандаши, ножницы, иголка, цветные листы и фломастер. Наполнитель. Синтепон, губка, пакет, поролон. Вот такой вот силуэт я подобрала для себя, для образца. Что у меня получилось. Можете посмотреть. Вот как я делала его. Игрушка «Сквиш» помогает детям для развития мелкой моторики. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте. Спасибо большое, Катя. Спасибо. О, если товарищ у тебя. Ставься, как тебя зовут? Меня зовут Вера. Я из 2-го А-класса. А для чего игрушка «Сквиш»? Игрушка «Сквиш» нужна, ну, чтобы, во-первых, ее можно подарить просто на день рождения и порадовать людей. А еще, если у тебя есть какой-нибудь там стресс. Сколько ушло времени, чтобы это сделать? Пять месяцев. Ну, коллег, игрушку, да? Да. Да, игрушка, конечно. Коллег, все можно, посмотри, неси кого-то. Почему ты выбрала именно эту тему? Я выбрала эту тему, потому что я творческий человек. Я очень сильно люблю делать все своими руками и люблю все мягко. Еще вопросы? Представься, представлять себе. Я Богдана 2-го А-класса. А в каком году вышла эта игрушка «Сквиш»? Я затрудняюсь. Если кому-то очень хочется спросить меня, подойдите ко мне во 2-й А, я найду это и отвечу. Еще вопросы были, ребята? Я Марк, я из 2-го А-класса. Как долго ты делала эти игрушки? Сколько уходит времени на одну игрушку? На одну игрушку уходит, ну, 5-10 минут. Я Соня. Сложно ли было делать «Сквиш»? Ну, вот кто только начинает, тому можно сказать, да, сложно. А вот кто уже давно умеет и делает это, нет. Оля? Я Оля, с 2-го А-класса. Тебе было сложно делать эти игрушки? Мне нет. Спасибо. Спасибо. Вопросы, ребята. Откомнись. Кем хочешь стать по взрослой жизни? Даже ты сказала, ты творческая, вот хочу быть. Кем себя видишь? Я не знаю. Я учителька технологии. Ух ты. Браво. Спасибо огромное. Очень хорошее выступление. Ты замечательная, милая. И игрушка всего замечательная. Прям окунула нас в наше детство. Спасибо. Аплодисменты Кате. И у нас готовится доклад Артема Федриха. Выходи сюда. Ну, желайте мне удачи. Да, выходи сюда. Положи сюда, Катя. И после Артема выступает второй коллективный проект. Артем, тебе надо? Это надо. Я вот эту коллективный проект. Не делайте. Да, а лучше сюда поставить. Нет. Нет. Итак. Микрофон не надо. И Катя... Оставил кто-то. Итак, у нас на сцене сейчас Гидрих Артёв, второй А-класс. И его индивидуальный проект называется «Спасение коралловых рифов». Даю ему слово. Руководитель моего проекта Валерия Александровна Дина. Валерия Дидрих Александровна, моя мама. Цель проекта – преувеличение внимания от проблем ищемновения коралловых рифов. Несколько раз с родителями я был на Мальдиве. Там я много времени проводил за очень увлекательным занятием снорклингом. Это плавание с маской под водой. Там я обнаружил то, что есть кораллы яркие. Радужные. Вокруг них очень много рифов. А есть уже обесцвеченные, тусклые кораллы, где уже никого нет. Гипотезы проекта – освещение проблем и исчезновения коралловых рифов. Маленький шаг на пути к ее решению. Несмотря на то, что наша планета называется Земля, вода занимает 70% ее поверхности и только 30% суша. Очень много животных обитает в мировом океане. Но особенно много их там, где есть коралловые рифы. Часть из всех живых организмов в океане живут на коралловых рифах. Это удивительно, если учитывать, что коралловые рифы наманимают не больше 5% площади мирового океана. Площадь – это небольшая. А разнообразие колоссальное. Когда мы с вами думаем о разнообразии живых организмов в океане, мы представляем себе именно коралловые рифы. Это яркие рыбы, яркие растения, яркие животные. Ведь кораллы – это животные. Коралловые полипы являются настоящими архитекторами природы. Они веками создают подводные леса, поля и пещеры. Кораллы – это скелеты коралловых полипов, миниатюрных морских беспозвоночных. Кораллы состоят из карбоната кальция. Кораллы ведут прикрепленный образ жизни. Коралловые полипы в своей жизнедеятельности создают скелет. У этого скелета есть дырочки, в которых расположены полипы. Вы можете увидеть скелет на моем макете. Цикл развития коралловых полипов похож на цикл развития медузы. Разнообразие живых организмов на коралловые полипы, которые являются едой для многих живых организмов, привлекают огромное количество рыб, моллюсков, ракообразных, которые, в свою очередь, приманивают на риф хищников. В результате вокруг кораллов формируется разнообразное сообщество. На рифе обитают ракообразные различные виды рыб. Рыба-попугай, хищники, акулы, баракуды, мурены, осьминоги, черепахи, манты и другие скаты. Угрозы для коралловых рифов. Закисление океана. Из-за закисления коралловых раковин и моллюсков кости и хрящи рыб становятся хрупкими и ломкими. Это видно на моем макете. Удобрения от сельского хозяйства попадают в океан. Глобальное потепление, сильные штормы, чрезмерный вылов рыбы. Из-за этих факторов происходит смерть полипа. По-научному обесцвечиванию. Через тысячелетия мертвые кораллы измельчат и превратятся в песок. А что мы можем сделать? Запретить слив неочищенных вод, ограничение использования удобрений в прибрежных районах, восстановление провод как фильтр. И даже такая, казалось бы, мелочь, как солнцезащитный крем является опасным загрязнителем. Необходимо выбирать безопасность средств защиты от солнца для себя и для всех жителей океана. Роль коралловых рифов бесценна. На протяжении миллионов лет кораллы дают кровь и пищу большинству морских животных и рыб. Исчезновение коралловых рифов может повлиять за собой исчезновение многих видов рыб. Эта проблема напрямую затронет людей. Не будет рыбы, не будет рыболовства. А это еда и работа для многих людей, которые живут в топических странах. Чтобы помочь защищить прекрасные коралловые рифы, биологи устанавливают специальную раму для выращивания кораллов. Для этого необходимо собрать кораллы, измельчить их и пересоединить их фрагменты к раме для выращивания коралловых рифов. Когда кораллы будут готовы, их пересаживают непосредственно на риф. Вывод. Естественное восстановление коралловых рифов, к сожалению, происходит очень медленными темпами. Ученые не теряют надежды, что даже при самих неблагоприятных условиях коралловые рифы не погибли, а просто переместятся, например, в более мелководные районы. Но как бы там было, но как бы там уже не было. Уже сегодня становится ясно, что без человеческой помощи райским коралловым садам просто не обойтись. На этих слайдах вы можете наблюдать, как я делаю этот макет. Здесь я устанавливаю песок. Здесь я выставляю уже все кораллы и ракушки. По результатам анкетирования, которое было проведено мной в классе, никто из учеников не знал, что кораллы – это животные. В завершении я хочу поделиться с вами интересным фактом. Обратите внимание на интересные ракушки. Они называются каули. Самые первые деньги на Мальдивах. За одного быка нужно было отдать тысячу таких ракушек. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Есть ли у наших слушателей вопросы? Сам увижу активно. Вот Ильева еще не задавала. Здравствуйте. Я Ингелина из второго Б-класса. Артем, у меня есть один вопрос. Насколько это все ушло на этот твоего макета? Это ушло где-то около часа. Чтобы сделать этот макет, ушел час. Я с Соней второго. А почему именно кораллы будут? Как я уже говорил, я очень любил ездить на Мальдивы с родителями. Это одно из моих любимых мест. И там я уже обнаружил кораллы обесцвеченные и не обесцвеченные. И меня интересовала эта тема. И я решил сделать по ней проект. Ребята, пожалуйста, внимательно слушайте ответы на вопросы. Возможно, он уже прозвучал на ваш вопрос. Давай. Я Ингелина из второго А. А сложно было собирать кораллы? Ну, как сказать. Было не очень слишком сложно. Просто надо было поглубже заныривать и побольше набирать. И брать все самое интересное. Ребята, я напоминаю, что у нас три минуты на вопросы. Поэтому внимательно слушайте ответы Артема. Может быть, он уже вам ответил. Я Маша из Тороба. И я хотела задать вопрос. Там на экране было написано, что такое снорклинг. Вот, что такое снорклинг. Снорклинг — это плавание с маской. Снорклинг — это плавание с маской под водой. Там я и обнаружил кораллы, кораллы и все остальные подводные обитатели. Это плавание под водой с маской. Я ела из второго Б. И мне интересно, чем питаются кораллы. Чем питаются кораллы? К сожалению, я не могу в данный момент ответить на этот вопрос. Ребята, давайте, кто еще у нас время ограничено, кто еще не задавал на этой конференции вопросы. Кто еще не задавал, вот и еще не задавал. Я Кавин Василий Петрович, ученик второго класса. У меня к тебе есть один вопрос. Когда ты узнал, что кораллы живые? Узнал, когда я углубился в эту тему. Есть такой человек, который делает всякие научные программы. И я посмотрел это видео часовое, и я узнал, что кораллы живые именно там. Я думаю, что они просто какие-то подводные растения. Но оказывается, они подводные рыбы. Только не похожи на них. У нас еще два вопроса тех, кто вообще еще не задавал. Вот ты еще не задавала. А тебе было сложно это делать? Ну, если честно, да. Это было достаточно сложно. Вопрос последний. Артем, а сколько у тебя ушло времени на этот проект? Он уже отвечал. Он уже говорил. Последний вопрос. Все, у нас вопрос от жюри, и он идет в приоритет. Спасибо большое за этот прекрасный проект. Я хотела спросить, а вот как лично ты думаешь, люди смогут предотвратить исчезновение кораллов? Смогут ли их как-нибудь спасти в будущем? Если они будут очень-очень стараться, то возможно, все возможно, они смогут восстановить кораллы. Ясно. Ответ на вопрос прозвучал? Прозвучал. Есть ли вопросы у жюри? Комментарии. Мы благодарим тебя за такой кропотливый, глубокий твой труд по этой теме. Ты молодец, продолжай в том же направлении. Радуй нас новыми познаниями и открытиями. Я думаю, мы все что-то новое по этой теме узнали. Спасибо тебе большое. Очень живое обсуждение вызван проект. Ребята, если у вас есть вопросы к Артему, можете после конференции к нему подойти и задать их в индивидуальном порядке. Ответишь на вопросы, если ребята подойдут? Да. Вот, он готов ответить. Ну, мы приглашаем сюда коллективный проект 2-го Б-класса. И готовится Шибаршин Алексей. Готовится Леша у нас, Шибаршин. А сейчас на сцену приходит 2-й Б-класс, коллективный проект «Страница истории Великой Отечественной войны. Дом Павлова». Выступает 2-й Б-класс, коллективная работа. «Страница истории Великой Отечественной войны. Дом Павлова». Обсуждая на уроках разговоры об армии, мы часто говорили о героях нашей страны, о подвигах людей России. Мы задумались, что такое патриотизм. Некоторые ребята рассказывали о своих прадедушках и прабабушках, которые прошли всю Великую Отечественную войну. Они были настоящими патриотами. Когда мы посетили Музей Вооруженных сил России, очень заинтересовались некоторыми историей. Страницами истории Великой Отечественной войны. А именно, интерес возник в Сталинградской битве. Когда же услышали рассказ о патриотах-защитниках Дома Павлова, решили, что это и будет темой нашего проекта. Мы поставили перед собой цель изучать сведения о Сталинградской битве. Детально изучить хронологию событий обороны Дома Павлова через создание макета, обратить внимание к героическому подвигу Сталинграда. Этапы работы. Мы начали с изучения исторической информации. Мы посетили Музей Вооруженных сил Российской Федерации. Мы узнаем, что 81 год назад отгремела Сталинградская битва, которая длила 6,5 месяцев и 200 дней ночей. С 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года. Почти 3 миллиона человек участвовали в этой битве. С той, с другой стороны, сразу залога для нас земель нет, стало ближним дивизием наших солдат. И город, который носил имя Сталина, быстро работал и нелегко убить. Это сейчас мы называем его именем, сержант Яков Павлова. А когда-то это был обычный четырехэтажный дом из обыкновенного дерева и кирпича. А за ним протекала река Волга, которая имела важное стратегическое значение. Немецкая армия могла получить выход в Волге. И в поля в ванне, и в залеже немцы на Кавказе. Но этого не случилось. Во время Сталининградской битвы дом Павлова стал предметом ожесточенных боев. В Сталининграде тогда соседние дома были жанрами и русскими, и немцами. Было и решено послать в этот дом разведку во главе с сержантом Павлова. Он был энергичным и смелым солдатом. С собой Павлов взял трех солдат. Их задача была закрепиться в этом доме и не дать врагу подойти к Волге. Павлова и его бойцы нашли там 25-летних лежитых, которые скрывались в подвале. Они до последнего помогали им. И за два месяца оборону ни один лежитый не пострадал. Скоро Павлова и его ребятам застряла помощь. И стало 20 километров. Расположение здания помогло солдатам. С верхних этажей просматривалась огромная панорама свыше одного километра. Немцы совершали по местных контрактах в день. Таким образом разрушили стену здания. В 42-го ноября 1942 года подкомандник Емнаумова батальон атаковал противника и вошел в дом Павлова. Из 27 человек погибло только трое. Сам Диафа Павлов и другие бойцы были ранены и остались живы. Селинградская битва закончилась победой советских войск 2 февраля 1932 года. Интересный факт. За это время у одной женщины, скрывавшейся в подвале дома, родилась девочка, которым чудом выжило. Ее назвали Зина, что означало жизнь. Девочке их удалось через вырослую траншею эвакуировать на другой берег Волгу. Девочка и ее мама еще долгие годы выжили после войны. На карте немецкого Сталинградской группировки Павлеса дом Павлова был обозначен как крепость. Гитлеровцы захватили Францию за 43 дня, Бельгия за 19, Греция за 15. Один дом в Сталинграде простоял целых два месяца и не сдался врагом. Захвату и обороне этого дома посвящена одна миссия из игры Call of Duty. Игра ведется от лица советского солдата. По ссылке можно перейти на эту игру. Итак, мы приступили к созданию макета. Как выглядел этот дом домами и после? Сначала надо было сделать чертеж и заготовку дома. В этом нам помогла Людмила Михайловна. Создание макета. Сбор солдатиков из натвора. Не входимый материал, пенопласт, сна бумага, картон, клей, палочки и ветки. Покраска дома и установление подсветки. Добавление мелких деталей. И вот перед вами финальный монтаж. Четырехэтажный дом Павлова – это один из важнейших памятников, посвященных победе в Сталинградской битве. Это первый из восстановленных зданий после войны. Сегодня в этом доме живут обычные люди, а на нем находится мемориальная доска. С написью «Здесь слились воедино подвиг радный и трудовой». Не бывает подвигов больших и маленьких, главных и второстепенных. Каждый герой, отдавший жизнь за Родину, навечно останется в наших сердцах. Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить героические подвиги нашего народа в годы Великой Отечественной войны. А когда мы вырастем, то обязательно будем патриотами своей Родины. Спасибо большое за коллективный проект. Есть у нас вопросы от ребят. Я Ева из 2-го Б. Долго ушло времени, чтобы создать пикет? Ушел один месяц. Ребята, подумайте над вопросами, что еще не прозвучало. У ребят было очень исчерпывающее выступление. Не звучало, да, ответ на твой вопрос? Я с Соней из 2-го А. Было сложно говорить? Сложно было? Да. Я Мишель из 2-го А. Почему вы выбрали именно грустную историю про войну? Потому что мы любим нашу страну. Когда мы засетили музей вооруженных сил, тогда мы заинтересовались этой историей. Еще не разу не задавала вопрос. Давай. В какое время шла война? Какая? Великой Отечественной. Война началась в 1942 году, а закончилась в 1943 году. Сталинградская битва. Это про Сталинград. Вы говорите, война 1941-1945 в Великой Отечественной именно. Мировая чуть дольше. Давай. Я Вася Кайбин, ученик 2-го класса. Вот что снизу такое белое? Это дым. Это дым от жиры. Давайте последний вопрос. Так. Вот, давай, ты еще не раз не сдавала. Сколько понадобилось времени для сборки материалов для макета? Ну, сказали уже месяц. Оль, давай тогда твой вопрос. Как звали маму Павлову? Маму Павлову. Извините, но мы не можем ответить на этот вопрос. Дорогие ребята, когда вы задаете вопросы, во-первых, у нас очень исчерпывающее выступление у участников. И на очень многие ваши вопросы они отвечают уже во время своего выступления. Поэтому я прошу вас к вопросам относиться более бережно. Больше на сокращенное время. И узнавать действительно то, что еще не звучало. Можно спросить? Да, конечно. Вопрос от учителей. Куда этот макет теперь пойдет? Мы можем его отдать на уроки истории, когда будут изучать Великую Отечественную войну. Практическое у нас пособие получается учебное. Не только для второго класса, но и для старших классов. Ясно. Вопрос у жюри. Я даже не вопрос, я хотела бы прокомментировать. Я хочу сказать вам огромное спасибо, потому что это реально очень большая работа. У вас получился просто прекрасный, невероятный проект. Я вам очень благодарна. Спасибо большое за то, что вы заинтересовались этой довольно-таки сложной и непростой темой. Спасибо вам огромное. Есть комментарии Катьяна Евгеньевна? Да, я тоже в заключении хочу сказать вам большое спасибо, потому что тема глубокая, тема важная, да? Тема, которая должна быть в душе у каждого человека. Но только вот единственное, у меня тоже есть такой маленький вопрос. Вы в конце сказали, что мы вырастим и станем патриотами. Да? Прозвучала такая фраза? Да. А почему, когда вырастите? А вот сегодня вы не можете быть патриотами? Ну, может быть. Нас не могут отвезти на войну по этому. Нет, подождите. А что такое патриотицы, по-вашему? Ну, это люди, которые отдали жизнь за свою Родину. А сегодня мы не можем, не отдавая жизнь, но любить Родину. Да. Работать во благо Родины. Приумножать богатство, да? Да. Сегодня мы можем? Да. Вот вы, как ученики, учиться хорошо, да? Вы, ученики 2-го В-класса, в вашей возрастной категории, да, сегодня ученик в школах. Что такое самое маленькое для Родины вы можете сделать? Дружить. Не обижать друг друга. Уважать маму, папу, да? Семейные ценности. Делать приятно. Ведь семья — это маленькая Родина ваша, да. Вы начнёте с малого, будете потом что-то делать и более крупное, и большое. Можете быть сегодня патриотами? Да. Конечно же. Уважать, любить твою страну — это уже чувство патриотизма. Правда? Да. Не надо ждать, пока вы вырастите. Спасибо большое. Молодцы. Огромное мое. Большое спасибо, ребята. Тем более, что вы сами в своём выступлении сказали, что нет больших и маленьких подвигов. И патриотизм он начинается уже с того, чтобы просто поднимать бумажку и донести её до урла, не мусорить на улице. Это уже патриотизм. А сейчас приглашаем на сцену Шебаршин Алексей, 2-й Б-класс. Индивидуальный проект «Как рождается бумага» и после него выступает Богдан Костенко. Итак, слово Лёше. Спасибо. Ученик 2-го Б-класса. Мой проект называется «Как рождается бумага». Актуально его проект. Я выбрал эту тему после просмотра документального фильма об изготовлении бумаги на производстве. Я задумался, а можно ли сделать бумагу в домашних условиях из вторичного сырья. Ведь если использовать для создания бумаги вторичное сырьё, мы сбережём лес и сделаем нашу планету чище и отнесёмся с вниманием к проблемам экологии. Цель моего проекта – это изготовить бумагу в домашних условиях, используя вторичное сырьё, бумажные отходы и эпилки. Задача моего проекта – изучить путём сбора информации, из чего можно изготовить бумагу и создать творческий продукт. Я начал свою работу с того, что создал информацию о том, из какого вторичного сырья можно изготовить бумагу. О процессе изготовления необходимых материалов для экспериментов. Необходимый материал для опыта. Макулатура, салфетки, древянная рамка с сеткой, ёмкость с водой, блендер, полотенце, краситель, ароматизатор, песок, древесные пинки, ёмкость для варки, вода, красмал, сода. Опыт первый – изготовление листа. Заготовленную макулатуру, салфетки, рвём или нарезаем на кусочки, перекладываем в ёмкость, заливаем водой и оставляем в макулатуру более трёх часов, чтобы она хорошо впитала воду. С помощью блендера измельчаем заоднородный мазу. Погружаем рамку в ёмкость. Рамку мы сделали сами, из деревянного подранка и сетки. На поверхности должен получиться ровный слой массы. Чтобы поднимаем рамку, чтобы из листки воды стекли, кладём рамку на полотенце бумажной массой вниз. Выводим излишнюю влагу путём нажатия и оставляем лист сушиться. После того, как лист высох, используем его для написания письма в будущее. Опыт второй – изготовление цветной бумаги. Процесс изготовления бумаги идентичен первому опыту. Но в маску добавляется красительница и ароматическая душка. Красительница распределяется таким образом, чтобы можно было сделать не голубого цвета, а море синего. Кладу рамку на полотенце, бумажную массой вниз. В ней незаменитую часть листа добавляю песок для необыкновенной структуры бумаги. Оставляю лист сушиться. После того, как лист высох, использую для изделия и открытки дизайнерской. Опыт треть – изготовление древесок и бумаги из древесных обивок. Древесные опилки доливаю водой, перекладываю в емкость и варю с добавкой соды более двух часов. Промываю опилки. Добавляю крахмал и кипячу для испарения лишней глади. Перекладываю на рамку массу и оставляю сушиться. После того, как масса высохла, использую ее для изделия эмблемы класса. Из первого полученного листа я сделаю письмо в будущее. Мир во всем мире. Летающие автомобили и база на Марсе. Я открою это письмо на выпускном 11 класса и посмотрю, что из моего прогноза сбылось. Опыт из второго листа я сделал дизайнерскую открытку, которая называется «Остров мечты». Она содержит песок, сбреженный с острова и краситель, который содержит запах моря. Я нарисовал на ней пальмы, солнце и чайку. Из третьего листа я сделал эмблему класса. Центральный верхний сектор обозначает учебу, знание – это сила. Левый нижний сектор обозначает пизо и музыку. Правый нижний сектор обозначает спорт и туризм. Законив проект, я пришел к выводу, что все мои листки получились разного качества, цвета, запаха и текстуры. Изготовленную бумагу можно использовать для изготовления творческих работ. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо, Алюша. У нас, к сожалению, мы вышли сейчас из лимита, и сразу вопросы от жюри или от преподавателей, если есть. Есть вопросы от жюри. Ну, скорее не вопрос, да, но тоже хочется сказать большое спасибо за такие глубокие работы, исследования. Все-таки это не один день, правда? Я знаю, что такое изготовить бумагу своими руками, тоже принимала как-то участие в мастер-классе подобном. Я знаю, что это не так просто и легко. Ну, скажи, пожалуйста, то есть, в принципе, нам не грозит исчезновение бумаги, да? Даже если она у нас закончится вдруг, мы начнем ее изготавливать самостоятельно. Да? Но она немножко толстовато получается. Или можно добиться, чтобы она была тоненькая, гладкая? Да, можно, просто мы в первый раз это делаем, и очень сложно. Ну, наверное, в этом и прелесть, да? Потому что все-таки эта бумага такая эксклюзивная, твоя, да? Можно же подпись внизу поставить, да, Алексей? Спасибо большое, молодец. Сколько по ревне такой листочек изготовляется? Три дня. Три дня. Ну, это, если честно, мы делали его ускоренный. Но было надо подобрать опинки. Сначала мы пыль дубовую брали. Потом побольше опинки взяли сосновые. А рамочка, что это за рамочка? Это, на которую я клалку. Вот, рамочка. Специальная рамочка. Получился листок. Видите, как здорово. А еще? Да. Вопрос еще от жюри. У нас время очень есть. Я объявлю сейчас первый проект. Это групповой проект 4-го А-класса. Пенкина Дарья, Бударина Мария, Коваленко София. Бездомные животные. Кто виноват? Готовится после них групповой проект 4-й А. Масленников Андрей и Кузьмин Арсений. Приглашаем на сцену девчонок. Бездомные животные. Кто виноват? Да. Вам нужен микрофон? Можно? Конечно, конечно, конечно. Раздаточный материал для жюри. Добрый день, уважаемые участники конференции и члены жюри. Сегодня мы представим вам наш проект «Бездомные животные. Кто виноват?». Бездомные животные – это собаки, кошки, находящиеся на улице без сопровождения хозяина или никогда не имевшие такового. Проблема бездомных животных остро стоит во всех городах России и требует внимания. Нас заинтересовал вопрос, почему в городах появляются бездомные животные, как сделать так, чтобы бездомных животных стало меньше. Поэтому темой этого проекта стали «Бездомные животные. Кто виноват?». Гипотеза. Мы считаем, что появление на улице города бездомных животных – это безответственное отношение к домашним животным, а также к безвозличию людей к данной проблеме. Ну а цели и задачи проекта вы можете увидеть на слайде. Источники появления бездомных животных. Бердящие животные, собаки и кошки. Те, которые родились на улице и никогда не знали хозяина. Те, которые оказались на улице или были выброшены из дома хозяинами. Потерявшиеся и одичавшие животные. Бездомные животные, живущие в жилых постройках, имеющие постоянных опекунов. Из числа жильцов в соседних домах. В 2021 году компания «Марскот Кэм», производитель кормов и товаров для животных, привела в девяти странах большое исследование, посвященное бедомным собачкам и кошкам. Россия по отчисленности бедомных животных заняла пятое место. Всего в России 67 миллионов кошек и собак. А 4,5 миллиона из них – это бездомные животные. В Москве более 70 тысяч бездомных кошек. А 80% из них – это бывшие домашние питомцы. И около 100 тысяч бездомных собак. Хоть бездомные животные играют положительную роль в экологии города. Например, утилизируют пищевые отходы, устраняют вход диким животным в среду города, таким как лисы и волки. Но проблема бездомных животных остается высокой. Согласно исследованиям компании Mars Pet Care, большинство россиян все же как-то пытаются помочь бездомным животным. 81% опрошены, сказали, что дают таким собачкам и кошкам еду. 62% опрошены, сказали, что дают воду. 44% опрошены, каким-либо другим образом, также пытаются помочь. А 55% готовы забрать из приютов себе животное домой. В нашей школе нами был тоже проведен выборочный опрос. Среди учеников младшей школы и некоторых учителей всего было опрошено 24 человека. Все 100% сожалеют бездомных животных. 75% готовы взять бездомное животное к себе домой. 58% изъявили желание помогать приютам регулярно. А 38% иногда. В настоящее время многие зоозащитники видят решение проблемы в масштабном строении приютов для бюджета города. И введение строгих законов для тех, кто жестоко обращается с животными. В России есть два вида приютов. Это частные и государственные. В Москве и области существует два вида приютов. В Москве и области есть более 15 частных приютов и 13 городских. Контакты частных и городских приютов представлены на листовках. В городских приютах содержится около 17 тысяч собак и кошек. Туда животные попадают по отлову. Содержание одного животного обходится в бюджет у города до 50 тысяч рублей в месяц. Это включая электроэнергию, оплату персонала и другие расходы. Попадая туда, животные находятся 10 дней на карантине. Потом приходят в ветеринар и делают обработку от паразитов и влох, прививки от беженства и других заболеваний. Но не спешите сдавать вашего домашнего питомца в приют. Знаете, ведь ваш питомец может погибнуть от тоски, голода, холода. Ведь животному, жившему на улице, легче всего адаптироваться к жизни в приюте. А домашнего питомца, привыкший к теплу, сытой еде, общению с человеком, может так быстро погибнуть. И немного о том, как вести себя при встрече с бездомным животным. Не ходите через пустыри, где обитают собаки. Не стоит проходить через стаю лежачих собак. Это их территория, и они ее охраняют. Не машите руками, не делайте резких движений. Не обращайте внимания на лайк. Ну а подробную инструкцию, как вести себя при встрече с бездомным животным, вы можете рассмотреть на плакате. В результате проведенных исследований мы пришли к следующим выводам. И выделенная нами гипотеза подтвердилась. Во-первых, численность бездомных животных увеличивается из-за равнодушия людей и несоблюдения правил содержания животных. Во-вторых, открытие государственных приютов помогает уменьшить количество бездомных животных. В-третьих, введение закона об ответственности владельца за преднамеренное выбрасывание животного на улицу уменьшит количество бездомных животных. И в-четвертых, проведение постоянной разъяснительной работы среди населения повысит спрос на бездомных животных. Пусть не все могут забрать бездомное животное к себе домой. Но каждый, даже любой из вас, может помочь животным в приютах. Сейчас расскажем как. Мы открываем сбор помощи, сбор помощи приюта в 307 кабинете до 20 мая. Все желающие могут принести туда консервы, сухие корма, ошейники, поводки, капли от блока ключей, лекарства. Приюту нужна любая помощь. Мы ждем всех. И в заключении хотелось бы сказать... Мы в ответе за тех, кого приручили. Спасибо большое. Спасибо большое, девчонки. А теперь у нас время вопросов. Есть ли вопросы у наших преподавателей, у жюри и у аудитории? Вопросов нет. А от жюри есть вопросы? Комментарий, девчонки. Я восторгался вами, как ораторами, как выступающими. Прям вот первый канал. Все, вы настоящие ведущие. Красиво. Очень четко. Очень лаконично. Взгляд. Стоите красиво. И за содержательную часть актуальная тема очень-очень. Такие интересные факты нам поведали, которые я даже взрослый человек не знал. А вот подача ваша – это просто великолепно. Спасибо огромное вам. Уверен, что за вашим таким ярким, очень красивым, очень колоритным выступлением – это огромный труд учителя. Огромное спасибо. В общем, молодцы. Спасибо. Я продолжу. Взяла эстафетную палочку у Львы Николаевича. Да, девочки, спасибо вам большое. Такая социально значимая тема. Тем более, я общесобачница. Для меня это очень острый вопрос. Я всегда переживаю за животных. У меня просто вопрос такой к вам. Вы открыли сбор средств. У вас какая-то связь с питомником. А что дальше будет? Ну вот вы собрали это все, там, корм, там, одежду, что вы там еще соберете. И дальше ваши шаги? Мы отвезем это все к приюту. Но если помощи будет много, мы отвезем к двум приютам. И дальше, после вот этого сбора, мы будем дальше продолжать помогать приютам. А до этого вы что-то делали? Или это ваш первый шаг? Я, например, собрала некоторых животных с улицы. Например, четыре кошки. Один был сильно ранен. И у него были обожженные лапы. Обожженные лапы. Мама счастлива, да? Да. Ты домой принесла? Да. Ну и дальше какая история? И дальше они теперь у нас все кружат, но мы их все равно любим. Все понятно. В общем, вы тоже любители, да, животных? Нет, тема хорошая. Нужная, конечно, молодцы. Да, спасибо вам за этот шаг. Девочки, я хочу спросить, а кто-то из вас уже был в приюте для животных? Да, я была. Видели, как там все это обстоит? Как животные содержатся? Собаки и кошки есть в клетках, но в некоторых приютах у них есть такие небольшие комнатки, которые с цеплянными, с отоплением. Скажите, пожалуйста, вот я знаю, некоторые люди приезжают в приют специально, чтобы погулять с животными или чтобы животные контактировали, потому что вы нам рассказали, что животные без контакта с человеком могут погибнуть. Вот нет ли у вас такой инициативы съездить и пообщаться с животными, может быть, там погулять, планировать такое, да? Да, планировать. Хорошо, спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Аплодисменты, аплодисменты нашим участницам. Мы приглашаем на эту сцену групповой проект Масленникова Андрея и Кузьмина Арсения под названием «Орбитальная станция «Мир. Первый космический дом». Готовится «Четвертый Б. Коллективный проект «Все без остатка». Здравствуйте, уважаемые члены жюри и участники конференции. Мы подготовили проект про многомодульную орбитальную станцию «Мир». Тогда это был очень трудный труд электронщиков и программистов. Тогда компьютеры были, но они были не настолько хорошими, чтобы спроектировать модель модулей и состыковку модулей и обеспечение их. Она была на протяжении 15 лет единственной во всем мире космической лабораторией. Проработала в три раза дольше своего срока. Целью нашего проекта изучить историю станции «Мир». Исходя из цели, мы поставили задачу. Узнать историю станции «Мир». Узнать из чего... Изучить строение станции «Мир». Узнать интересные и значимые факты про станцию «Мир». Узнать, почему станцию «Мир» затопили. Наша гипотеза. Мы думали, что станция «Мир» это простая станция, легкая по своему строению. А затопили ее, потому что она сломалась. И вот что мы узнали. Запуск базового модуля состоялся 20 февраля 1986 года на Байконуре. Его вывел на орбиту ракетоноситель «Протон». В 12,5 лет она была обитаемой. Она сделала более 86300 оборотов вокруг Земли. А вы знаете, за какое время станция делает полный оборот вокруг Земли? Маша, она делает полный оборот, да, 89 минут. Это правильный ответ. Первый экипаж в составе Леонида Кизима и Владимира Соловьева. Прибыли они на станцию 15 марта 1986 года. Всего на станции «Мир» побывало 104 космонавта и астронавта из 12 стран мира в составе 28 экипажей. А вы знаете, чем отличается космонавт от астронавта? Соня. Космонавт это русский человек, а астронавт это английский. Правильный ответ. Астронавт и звезды. Всего было совершено 78 в открытый космос. Их 28 космонавтов и 6 астронавтов выходили в открытый космос. Станция «Мир» состоит из 6 модулей. Самый главный модуль, базовый модуль, он сделан для работы, отдыха экипажа до 6 человек. После к нему в течение 10 лет было пристыковано 5 модулей, еще дополнительный стыковочный модуль. Это астрофизический квант-1, дооснащение квант-2, исследовательский природа, оптический спектр, технологический кристалл и дополнительный стыковочный модуль. На станции «Мир» было проведено более 23 тысяч экспериментов и было установлено 2 рекорда продолжительности пребывания в космосе. Обладатели мировых рекордов. Поляков Валерий Владимирович провел в космосе 437 суток и 18 часов. И еще Шеннон Лусид совершила рекорд для женщин. Полет на станцию «Мир» продолжительностью 188 суток. Мы бы хотели вам рассказать несколько забавных историй, случившихся на станции. Последний гражданин СССР. Космонавт Сергей Крикалев улетел в космос из СССР, а вернулся уже в Россию. Потому что когда он был в космосе, то Советский Союз распался. И Сергей Крикалев был в 2 раза больше, чем было в космосе. Он был в 2 раза больше, чем запланировано. Он там был 311 дней или 10 месяцев. И когда он вернулся в Россию, то он случайно побил мировой рекорд. И когда вернулся в Россию, стал последним гражданином СССР. А еще в открытом космосе на внешней 15-метровой башне станции «Мир» был установлен самый высокий флаг Советского Союза. Его космонавты провезли контрабандой за фазухой. Когда они прилетели на станцию, он был весь помятым. Они хотели его выпрыгнуть утюгом, но на станции не было утюга. И им пришлось помучиться. Они поливали его водой, расправляли, давали подсохнуть и так несколько раз. В 1991 году Советский Союз прекратил свое существование. Все флаги на Земле были спущены, но до флага в космосе не смогли добраться. Его демонтировали только в 1992 году. На станции «Мир» была затоплена в Тихом океане 23 марта 2001 года. Она вошла в плотные слои атмосферы и начала гореть. Сначала начали гореть солнечные батареи, а потом и вся станция «Мир». Слава Тихякина. Работа над проектом показала, что не все наши утверждения были подтверждены. Станция «Мир» более сложная по своему строению, чем мы предполагали. А вот стабильная и правда из-за частых поломок и нехватки денег. Результат нашей работы – плакат, по которому вы можете ознакомиться с историей первой станции в мире. И также по QR-кодам вы можете ознакомиться побольше, про блоки, также про документальный фильм про станцию «Мир. Наш мир». Также видео, как станция «Мир падала в Тихий океан» и небольшой ролик про экскурсию «Звездный городок», который я посетил во время проекта. А где этот городок? В России. В Подмосковье. Спасибо за внимание. Спасибо большое. У меня есть вопрос. Скажите, пожалуйста, дизайн и структуру, схему плаката кто придумывал? Мы сначала хотели сделать презентацию. Мы решили то, что сделаем плакат. И чтобы было понятнее, мы добавили полный макет станции «Мир» в центр. И также добавили QR-коды, чтобы можно было ознакомиться с более подробной информацией. Спасибо большое. А «Звездный городок» где находится? В Подмосковье. Город какой-то конкретный? Ну, по-моему, да, я точно сказать не могу. Королев, да. Вопросы есть у зала? Можно, да? Оксана, только есть вопросы. Мальчишки, очень интересно вообще, очень хороший проект. И как вы его представили, я просто в восторге. Но у меня такой вопрос. Вот скажите, история станции «Мир» началась и закончилась до вашего рождения. Вообще, вот мне интересно, почему вас заинтересовала тема, хотя вы, ну, как бы никакого, да, вот никак не столкнулись. Да, совсем другое поколение. И вдруг вы обратились к истории тех давних времен, когда станция «Мир» создавалась и потом, когда она была затоплена. Ну, потому что сейчас есть новая станция МКС. И мы хотели рассказать про самую первую станцию заслуги Советского Союза в Восстанкт-Автике. Очень хорошо. Молодцы. Ну, я тоже в восторге. Это точно четвертый А. Да? То есть мы-то их привыкли видеть. Да. Да? Девочки-красавицы. А здесь-то и девочки-красавицы, и мальчики такие умненькие у нас такой мужской, да, праздник. Здесь-то девочки со своей добротой, душевностью, да, а здесь такой уже такой технический подход. То есть, в принципе, знаете, вот очень приятно видеть четвертый класс, да, вот такими уже осознанными, уже со своей какой-то позицией внутренней. И очень приятно, что это, я думаю, наверное, не Светлана Алексеевна, да, была идея, а уже была именно выбранная тема, осознанная, да, ребятами. Я в этом году не предлагала тем, что... Вы только фурировали и смотрели, помогали и продвигали, да, вперед, насколько я знаю, все эти этапы. А так это все Ваша идея, да, и работа. Ну, для мальчиков это первое публичное выступление. И прекрасное выступление. Я Олегу Николаевичу говорю, да, что до этого была сестра у нас, Катюша выступала, да, со своими изделиями, а теперь вот Брак, прекрасная семья Кузьминых в своем лучшем виде. Ребят, сколько вам лет сейчас? Представьте себе, я сейчас готов расплакаться. В 86-м году, когда эту станцию запускали, мне было так же, как и вам, 10 лет. И я помню, действительно, это тогда, потому что в то время мы действительно увлекались, вот это, не было столько информации, не было интернета, и мы ловили вот из телевизионных каналов, их там было два, первый и второй, да, мы ловили вот эту информацию, я прям даже помню, в газете, в черно-белых газетах, когда публиковались снимки этой станции, то есть мне было тогда, как и вам сейчас, 10 лет. Это просто феноменально. И, то есть получилось такое космическое путешествие в детство свое, да, спасибо вам огромное за эту действительно идею, преподнесли прекрасно, и вот отдельное спасибо и вам, и опять же, вот вы, учителю вашему, за грамотное, безукоризненное склонение числительных. Это просто браво. Одиннадцатый классики не могут так, как вы сегодня вертолизно склоняли числительные. Прекрасная речь, хорошая подача. Спасибо огромнейшее. Представьте, это действительно четвертый А-класс. Браво. Спасибо огромное. Если вопросов нет, приглашаем на сцену четвертый Б, коллективный проект «Готовьтесь, все без остатка». Я, насколько знаю, нужна помощь, вынести стол. И готовится после них выступать Ярослав Бабарыкин с индивидуальным проектом. Проектная работа «Все без остатка». Подготовили учащиеся четвертым классом бойцам. Тема нашей работы выбрана не случайно. Великий датский физик, имени Сбор, предрекал. Человечество не погибнет от атомной бомбы или от бесконечных войн. Оно похоронит себя под собственными отходами. Раньше вопрос об ассоциализации остро не стоял. Крестьяне отправляли свою продукцию сразу к столу, не упаковывая ее. Обычные очистки использовались в виде компоста или скармливались. Со временем продукты стали обменивать. Это означало, что ее нужно было упаковывать для большего удобства. В связи с этим бытовых отходов стало еще больше. И они росли каждый год на миллионы. И была замечена острая нехватка площадей для сохранения этого. Пришло время задуматься над решением этой проблемы. Проблемы. Бытовые отходы очень сильно влияют на нашу экологическую обстановку. Попробуем предложить, как использовать их вторично. К достижению этой цели вы поставили следующие задачи. Первое. Мы познакомимся с видами отходов. Второе. Мы опишем, как мусор влияет на окружающую среду. Третье. Мы изучим литературу, как утилизуют мусор в разных странах. Четвертое. Мы проведем анкетирование. Это вообще не поизученный материал. И пятое. Мы предложим свои способы устранения мусора, а также способы использования остатков материала в будущем. Допустим, гипотеза. Допустим, что можно найти способы применения отхода по материалу так, чтобы их не выбрасывать и не загрязнять окружающую среду. И предмет исследования удовольствия отходы. Возможно, их вторичного использования и переработки. Определение и виды мусора. Мы начали работать с того, чтобы изучили литературу и интернет-источники. На тему загрязнения нашей планеты водовыми отходами и мусором. И как это вредит экологии. Мы узнали, что причины выявления мусора различны. Но главной его причиной является деятельность человека. Мусор – это остатки отхода. В ходе работы мы узнали, что мусор делят на 5 видов. Первый, на не менее опасный отход – это пищевые отходы. Они довольно быстро разлагаются и почти не наносят вреда окружающей среде. Второй вид – это макулатура. Она составляет 40% твердых отходов. Третий вид – металлолом, наиболее опасный, так как содержит в себе ядовитое вещество для окружающей среды. Четвертое – это изделия из стекла. Изделием из стекла можно пользоваться так же, как и раньше, после обработки. Пятый, наиболее популярный вид – это пластиковые изделия. Почти что ни одна компания не обходится без этих изделий, поэтому переработка пластика имеет очень большой потенциал. Тревожные факты. Изучив литературу, мы выявили несколько тревожных фактов. За последние 20 лет объем упаковки в мусоре вырос в 246 раз. Если весь мусор распределить по планете, образуется слой толщиной 2 см. Концервная банка разлагается в земле от 8 до 10 лет. Бумажная коробка из-под сока – 6 лет. Пластиковая бутылка, при условии, что на нее попадает солнечный свет – 150 лет. А если она в земле, то в нее 400 лет. Полиэтиленовый пакет примерно уже столько же – около 400 лет. Алюминиевые банки из-под напитков в течение 500 лет. Стеклянная банка живет в вечных пути решения проблем в разных странах. Каждый день один человек после себя оставляет пакет с мусором. О количестве производственных отходов говорить не приходится. Их горы. И эти горы постоянно растут. Бытовые отходы очень сильно влияют на нашу экологическую обстановку. Пришло время, а мы внимательно изучили, как разные страны борются с этой проблемой. Япония на мусоре растет. В японском городе Осака из мусора делают землю. Точнее сушу. Сначала отходы вывозят на специальные места, и дальше из них делают землю. И дальше эту землю засыпают на океан. Так и получаются искусственные острова. Мусорные полицейские. В Европе практика разделения мусора началась совсем недавно. В начале 80-х годов прошлого столетия. Германия стала одним из первых государств, где была применена эта практика. С детства немцы учат себя, уважать себя, других и окружающую их природу. За чистотой рядом с мусорками следят мусорные полицейские. В Китае весь ввозимый мусор после предварительной сортировки оставляют на съедение червям. Они не только съедают биологические отходы, но и оставляют после себя ценнейшее удобрение. Руководители этого проекта заявляют, что человек спасли планету от покрытия ее слоя мусора. В Швейцинопрешно организовывают вывоз мусора на специальных станциях. И возле чего-то, где после этого сжигают на специальных тепловых мероприятиях. Тепло на таких станциях проводочный мусор сокрывается в 100 тысяч квартир. В английском городе можно встретить два типа мусорных контейнеров. Первый, синий, в него складывают пластик, упаковку, стекло. А в красных бумагах вывоз мусора из этих баков организовывается на перерабатывающие предприятия. Есть еще черные пакеты. В них англичане складывают органический мусор. Этот мусор вывозят в специальные котлованы. За несколько лет их заполнения, после этого их закрывают крышкой, проделывают дырки в них. И собирают идут специальные газы, которые потом можно будет использовать на электростанциях. Получается мусор электростанция. Получается мусор электростанция. Средняя такая станция по величине может обеспечить 10 тысяч домов энергией. Россия. В России мусор используется на свалке или полигоне. Их в России около 11 тысяч. И они занимают огромные площади. Захоронение – это самый дешевый способ избавиться от отходов. На многих свалках мусор не сортируется. Его место, его положение не ограждается. Свалки нередко горят. Отсутствует система сбора, очистки и фильтрации мусора. Но эффективным способом решения этой проблемы является вторичная переработка, то есть повторное использование. Но без введения раздельного сбора мусора по контейнерам решить эту проблему невозможно. Проанализировав информацию, мы можем понять то, что во многих странах пути решения этой проблемы относятся к этим трех проблемам. Сжигание мусора, сортировка мусора по контейнерам, сортировка и переработка мусора различными способами. Из всего вышесказанного можно сделать вывод. Люди из переработанного мусора могут получить и тепло, и удобрение, и шлаг, и цемент, и даже газ. Сейчас мы провели социологический опрос, чтобы узнать, знают ли наши ученики и учителя о сортировке мусора. Результаты вы можете увидеть на слайдах. Всего было 120 опрашиваний. Каждому мы задали по три вопроса с заданными вариантами ответа. И можем сказать, что большинство из них знают о сортировке мусора, но лишь половина из них делает это. Но есть и хорошие новости. Почти все участники пытаются использовать вторичное материало. Прочитав научную литературу, мы выяснили, что в мире взрослых есть другие пути выхода из проблемы, как утилизовать водовые отходы. Первое. Реконструировать мусороперерабатывающие заводы. Второе. Создать экологически безопасные полигоны. Третье. Обновить мусороперерабатывающую промышленность. Мы обратились к интернету и узнали, что можем сделать из бытовых отходов. Если немного пофантазировать, то у нас получатся стаканчики для карандашей, светильник, вазы и многое другое. Второе. Фоторамка из фрук. Берем втулки туалетной бумаги и красим в другой сфере. Режем втулки по разной высоте. Складываем втулки в хаотичном порядке. Дальше мы можем украсить то, что получилось. Из фоторамки можно сделать как свое дерево. Настенная ваза. Первое. Возьмите бутылку. Второе. Разрежьте ее наискосок. Третье. Раскрасьте ее. Также ее можно еще чем-нибудь украсить. Четвертое. Засадите туда землю и посадите росточек. Грышечки для растения своими руками. Для этого понадобится кипеть пластиковые бутылки. Объемом 500 мл. 3 штуки. Акрыловые краски и скуленты. Нам сначала надо взять 3 пластиковые бутылки. Потом разрезьте эти бутылки так, чтобы у них были ушки. Акрыловыми красками раскрасите... А, раскрасите. И нарисовать там среднюю мольточки. И посадить туда растения. В моем случае это были скуленты. Органайзеры с бутылки. Для этого не нужно особо трудиться. Вам нужно сделать то, что предложила Симона, но не посадить туда растения, а поставить карандаши и прочие материалы. Коробочка-органайзер. Коробочку из дерева мы не стали выбрасывать. Мы обклеили ее ниткой и украсили ракушками. Внутри мы украсили цветным картошем. Еще я сделал органайзер из тулок от туалетной бумаги. Для этого мне понадобилось примерно около 2 часов. Декорированная ваза. Я вазу обмотала нитками и украсила ее бусинками и стразиками. Из ненужного пенопласта мы сделаем две фигуры. Ножку светильника и его шапки. Мы зашлипкуем фигуры, придавая аккуратненькие бумаги. Я думаю, сначала мы покрасим шляпку на гуашь или от любого краска. Но в моем случае это было сложно. И мы должны клеить пистолетом, приклеить ножку к шляпке и дать ему немножко пускать. Дальше мы обмотаем гиглядку на ножки, что также можно положить его внутрь шляпки. Но для этого, я думаю, тоже понадобится две пистолеты. Давайте сделаем бумагу. Мы считаем, что проблема мусора токса в те времена не было столько упаковочного материала, как сейчас. Мы думаем, что нужно делать такой упаковочный материал, чтобы он легко сгорал, плавился, не оставляя верность тактичных вещей. Заключение. В результате нашего исследования была достигнута цель. Мы познакомились с различными видами мусора и возможными способами их утилизации. Также была подтверждена гипотеза о том, что бытовые отходы очень сильно затрязняют экологическую отстановку. А мы можем нести пассивный вклад в борьбе с этим и использовать отходы вторично. Никогда не забывайте нам, природа — это наш дом, а в доме должна быть чистопадная. Спасибо большое, 4-й Б-класс. Есть ли вопросы у аудитории по поводу Даши? А вот вы знаете, как перерабатывают стекло, чтобы им можно было еще раз пользоваться? Вот это впереди у вас еще, все впереди. Как я сказала, стекло не нужно перерабатывать. Если оно цельное, то им можно пользоваться абсолютно так же, как и раньше. Если оно сломан, то его можно так же расплавить и заново сплавить, как и раньше. Спасибо. Вопрос еще был один, я видела. Уже нет. Уважаемые жюри, может быть, есть комментарии или вопросы? У меня есть комментарии по поводу вообще вторсырья. Самый первый способ, которым точно стоит заняться, это просто сократить количество потребляемого пластика и разного неперерабатываемого мусора до минимума. Это делать очень непросто, потому что мы все привыкли, это очень удобно, да, и не всегда можно приучить себя к таким привычкам, но хотя бы сократить количество пластиковых стаканчиков, которые выпили чуть-чуть и сразу выкинули, это уже хорошо будет. Это уже будет явный вклад в природу, потому что все очень долго разлагается, ну и можно очень долго на эту тему говорить. Я сама дома мусор сортирую, сразу могу сказать. В синий контейнер ПВХ можно относить без проблем и стекло. Ну, боже мой, жюри. Кто же с этим мусор? Я хочу сказать огромное спасибо, потому что наиктура, наиктуальнейшая тема, то есть абсолютно, понимаете, вот действительно я сам каждый раз вынося мусор из-за квартиры, понимаю, боже, неужели все вот такое, да, много пластика, много всего. И в связи с этим действительно вот вы подтолкнули к огромнейшей идее, и мне хочется, чтобы действительно начальная школа поддержала всех нас. Может быть в следующем году действительно мы максимально постараемся отказаться от стаканчиков пластиковых и может быть будем носить какие-то свои красивые бутылочки, да, какие-то свои кружечки такие свои индивидуальные классные. Олег Николаевич, можно я скажу, мы уже участвуем, у нас в первом классе был проект про пластиковые стаканчики, и у нас у каждого есть либо ссылочки. Вот это здорово, ребята, вот за это вам огромное спасибо, потому что действительно, то есть одно дело, знаете, вот провести исследование, красиво выступить, замечательно рассказать, вы это все сегодня сделали, да, но если действительно и будут вот такие положительные последствия от вашей работы, от вашей деятельности, от ваших исследований, то просто земля нам улыбнется и скажет нам спасибо. А я говорю вам спасибо. Да, я вам тоже продолжу, скажу спасибо за такой чудесный социально значимый проект, да, важный дневник для нас. А скажите, пожалуйста, вы в магазин ходите, делаете покупки? Ну, уже вы достаточно взрослые, да? Так, а куда вы делаете покупки? Что вы берете для этого? Куда вы их складываете? Пакет. И потом можно из пакета сделать тоже глицелент. Да. А есть же сейчас очень современные, очень модные сумки, как они называются? Шоперы. Ну, есть еще вот иногда в магазинах, например, я была в магазине, я купила себе там всякие вещи для рисования, и мне дали не просто какой-то обычный глицелентный пакет, а мне дали пакет такой немного прозрачный из ткани. Из ткани, да? Его можно использовать несколько раз, да? Тем более они бывают красивые, да, даже очень, да. То есть можно отказаться, да, элементарно от пакетов. И даже те же вот бумажные сумочки тоже много раз можно использовать. Ребята, это бизнес, никто не откажется от пакета, чтобы вы понимали. А сказаться только вы, Боже. Да, связано с деньгами достаточно огромными, большими. Вот. Но можем мы сделать выбор в сторону экологических привычек. И не верьте никогда в сказки про биоразлагаемые пакеты таких не существует. Они еще даже там и микропластик. Я говорю, я могу лекцию про это прочитать, но в какой-то другой раз, ладно? Они разлагаются на микропластик. Поэтому берите шоперы, как предлагает Татьяна Евгеньевна, и будет все окей. А так, вам спасибо большое, да. Хороший, хороший параллель. Уже очень многие вещи бы сделали, если бы не корпорации, которые заинтересованы в прибыли. Тут такие серьезные игры очень. Да, 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 ребята, огромное спасибо. Может быть, вы это решите. Вот хочу сказать огромное спасибо за этот стол, за эту сувенирку. Это просто я даже не мог представить, что это все сделано из отходов. Спасибо огромнейшее. Просто вот шедевр. Четвертый Б-класс. Индивидуальный проект Бабарыкина Ярослава. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Ярослав, возьми колонну без помощи. Я потом возьму. А, вы должны. Ты нужен микрофон? Возьми. Здравствуйте, дорогие председательные комиссии. Я вам хочу предоставить свое поведение в чрезвычайных ситуациях. Сегодня я затрону тему терроризма и как его избежать. Цель этого проекта показать, что нет безвыходных ситуаций. Террористы – это люди, которые захватывают, взрывают и захватывают желозники людей, чтобы достичь цели, чтобы достичь цели или подкосить ноги государства. Что делать, если это произошло? Для начала нужно слушаться учителя и спрятаться за партой или спрятаться в шкаф, что не достало поле или осколки от взрыва. Если это происходит на открытом помещении, нужно зайти в туалет или за колонну. В туалете надо набрать в 911, а потом позвонить родителям. Если у вас попали, нужно знать, как остановить кровь. Есть три вида кровотечения – артериальное, венозное и капиллярное. Артериальное кровотечение ярко-красного цвета, идет по направлению вверх, и его можно остановить жгутом или чем-то подобным. Его нужно затягивать перед раной, а не на ране. Венозное кровотечение, его можно остановить салфетками или туалетной бумагой. Кровь бордового цвета и капает вниз. Капиллярное кровотечение можно заглядить к властеру. Если по вам постреляют, нужно падать, потому что обычно террористы не добивают своих жертв из-за того, что у них мало времени. Когда, если террорист проник в класс, нужно подчиняться всем его указаниям, чтобы он не открыл огонь и не совершил самоподрыв. Когда мы провели опрос... Точнее... Ой, нет еще. Никогда не надо издеваться над учениками. Еще обычно террористы пишут в каких-то социальных сетях, что они будут совершать подрыв. Например, как можно убедить в этом случае. У нас в Газанах во время, утром перед тем, как в Казани проник в школу, он написал то, что хочет совершить подрыв в своем телеграмм-канале. Я провел опрос и узнал то, что 99% людей знают о проблеме с терроризмом, но и только 20% людей пытаются бороться с ним любыми способами. Предлагаю писать и почтить память тех людей, которые умерли во время террористических акций. Да, мы похожи сначала, да? Да. На сначала. Могу следующий слой? Могу следующий слой. Это будет уже минута молчания. Я посмотрела локацию. Я посмотрела локация, где написано, что общая количество жертв при террористном школе. Это 436 жертв в общем. Самое большое террористическое акт в школе был в Ислане. Погибло 333 учащихся. На втором месте был Ижевск. Было 22 погибших. На третьем месте Казани было 9 погибших. В Москве тоже было 3 погибших. Благодарю, Ярослав, за такую сложную и тяжелую тему, что не побоялся взять. И если есть комментарии, вопросы, то можно задать Ярославу. Можно я скажу про капилляр, про кровь ты говорил? А если у тебя нет пластыря, то что? Если нет пластыря, то можно не перекрывать. Кровь не может вылиться. И очень маленькая вероятность в том, что пойдет заражение. Можно сажать. Катерина, а вот как ты сам болишься с терроризмом? Я... В последнее время я... Мы с мамой ездим очень часто по детским домам, которые... Ещё мы отдаём очень большие деньги фонды, которые помогают за этим. Так что... Вопросы тоже. Ага, где? Виталий, наверное, я хотела сказать. Ярик, спасибо большое, ты даже затронул эту тему, потому что это, наверное, очень важная тема за последнее время. И ты хорошо объяснил, что надо делать. Мне кажется, Ярослав, что здесь по поводу борьбы с терроризмом одна из самых главных вещей — это чтобы в классе была благоприятная, доброжелательная атмосфера, чтобы вы относились друг к другу с уважением, с добром, потому что вот как раз люди, которые приходят и совершают такие поступки, они точно не от добрых помыслов это делают, точно у них в душе гармонии нет. Ну, как мне кажется, это страшно очень, поэтому... Больше всего террористический раз, это проблемы с головой. Вот проблемы, ну и проблемы с головой в том числе, поэтому атмосфера... Ну, мы, наверное, не будем эту систему поднимать, про исследования, почему они происходят. Есть комментарии от жюри наверняка. От Олега Николаевича вижу. Да, 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 это спасибо огромное. Действительно, очень актуальна, очень серьезная проблема. Это проблема мировая. И самое главное, то, о чем ты говоришь, что действительно нужно быть спокойным, уверенным. То есть терроризмом бороться... Ну, нельзя же сказать, что я сегодня буду бороться с терроризмом. То есть, слава богу, этого нет. Да, то есть нужно психологически себя всегда держать в руках, быть сильным, быть уверенным, но не самоуверенным, да, и в каких-то таких экстремальных ситуациях действительно держать себя, свое психическое состояние и поддерживать друг друга, наверное. Вот это самое важное, чему мы должны учиться каждый день. Спасибо. Да, я тоже закончу. А, это наш... Да, 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 да. Эта сессия, да, уже последний, да, проект. И такой он тяжелый, да, где-то, потому что сложный. И понятно, что можно поставить многоточие, да, в этом разговоре. То есть на эту тему можно, да, говорить много. Но правильно, мы всегда говорим о том, что наша безопасность только в чьих руках. В первую очередь мы сами отвечаем за себя, за свою жизнь, за свою безопасность. А уже во вторую очередь там все остальные люди, которые рядом. И об этом, конечно, помните, ребята, и нам тоже очень важна и дорога и наша жизнь, и ваша жизнь, да, и ваше благополучие, и чтобы у нас было комфортно, и никогда мы не познали лично, что такое терроризм, да, тем более в стенах школы, не дай нам Бог, да. Поэтому будем только хорошие, позитивные мысли, да, посылать. Мирные мысли друг к другу, и не будем думать о грустном. Да, Ярик, спасибо, что ты напомнил нам 21 век. Да, есть такой момент в нашей жизни. Но у нас все хорошо и отлично, правда? Да. Все, в нашей школе все спокойно. На эту сцену я приглашаю учащихся третьего Б-класса. Коллективный проект «Невидимые друзья и враги рядом с нами» готовится третий Б-класс. Аплодисменты. Приглашаем вас со сцены. Спасибо. Что со всей стороны возникает проходит? И ваша. Или стать презентацией? Кликер. Все, я в этом где-то. А, вы там. Мы часто слышим от взрослых. Бактерии везде, бактерии всюду, бактерии заражают людей. Почему же мы их не видим? И так ли вредны бактерии? Это мы и решили узнать. Тема нашего проекта «Невидимые друзья и враги рядом с нами». Мы поставили перед собой следующие цели и задачи. Мы вытвернули следующие гипотезы. Первое. Предположили, что среди множества бактерий есть и вредная и полезная для человека. Второе. Бактерии можно размножать в домашних условиях. Бактерии — это живые организмы, существующие бок о бок с нами. Они есть в земле, в воде, в воздухе, внутри и на поверхности всех живых организмов. Бактерии могут все и еще чуть-чуть. Они создали наш мир, пригодный для дыхания воздух, плодородную почву, полезные ископаемые. И все живое на земле произошло от бактерий. До изобретения микроскопа люди даже не подозревали о существовании мельчайших живых организмов. Поэтому они не могли понять той опасности, которую несут бактерии и вирусы. Голландский ученый Энтони Ван Левенгук с помощью микроскопа первым обнаружил микробы. А спустя 100 лет француз Луи Пастер обнаружил связь микроорганизмов с распространением инфекционных заболеваний и порчей пищевых продуктов. Все бактерии приблизительно одного размера и имеют одинаковое строение. Снаружи клетки бактерии покрыты стенкой, которая защищает их от внешних воздействий. И еще у них есть слизистая капсула, которая защищает их от потери влаги. Передвигаются они с помощью жгутиков. И еще у них есть пили, нитевидное образование, которое служит для прикрепления к поражаемой клетке. Ученым известно около пяти тысяч видов бактерий. Вот некоторые из них. Сперилы, бациллы, коки, вибрионы. Они лечат и убивают, строят и разрушают. Но одно ясно точно. Жить без них невозможно. Мы провели анкетирование учащихся третьих классов с целью выяснить, что знают наши ровесники о бактериях. В результате опроса было выяснено, что о бактериях слышали все. Но некоторые вопросы вызвали разногласия. Например, нужно ли бороться с бактериями в организме человека? Бактерии живут во рту, на коже, в желудке, кишечнике и других органах. Внутри человека, впрочем, как и внутри многих млекопитающих, невообразимо большое количество бактерий. В нашем теле их в 10 раз больше, чем у всех остальных клеток вместе взятых. Больше всего их находится в кишечнике. Ученые подсчитали, что если выстроить эти бактерии в ряд, то получится цепочка длина от Земли до Луны. Подавляющее большинство из них полезные бактерии. Они помогают переваривать пищу, участвуют в синтезе многих витаминов и даже оберегают нас от своих болезнетворных собратьев. Вредные или плохие бактерии, попадая в организм, могут вызвать ту или иную болезнь. Их называют болезнетворными. Следовательно, нужно бороться только с плохими бактериями. В домашних условиях мы проверили, как работают кисломолочные бактерии. В теплое молоко добавили закваску, бактерии. Через 8 часов получили вкусный и полезный йогурт, употребление которого нормализует деятельность кишечника, укрепляет иммунитет, а также это источник белка и кальция. Еще один вопрос, на который анкетированные ответили неоднозначно. Можно ли вырастить и размножить бактерии искусственным путем? Чтобы проверить это, мы провели эксперимент. В теплом сладком молоке мы развели дрожжи. А дрожжи – это тоже одноклеточные организмы, которые схожи поведением с бактериями. И через 3 часа увидели, что объем массы увеличился почти в 4 раза. Это доказывает, что при определенных условиях наличие тепла и влаги бактерии быстро размножаются. Также мы спекли хлеб из дрожжевого или дрожжевого теста. Наглядно видно, что на дрожжах хлеб более пышный и вкусный. Номер 4. Доказывает, что бактерии можно вырастить в домашних условиях. Мы поместили во влажный пакет кусок хлеба и герметично его завязали. На пятый день мы обнаружили, что на хлебе появилась плесень. Это микроскопические грибы, имеющие общие признаки с бактериями. Что подтверждает, бактерии во влажной и теплой среде живут и размножаются. Кстати, эти бактерии очень опасны для организма человека. Если на продуктах питания появилась плесень, употреблять в пищу опасно для здоровья. В ходе исследования мы узнали интересный факт о плесени. В 1928 году шотландский ученый Александр Фремин совершенно случайно сделал научное открытие. Он изучал свойства инфекционных бактерий. Вернувшись из отпуска в забытой на столе чашке с бактериями, он им нарушил плесень. А вокруг плесни была зона, полностью очищенная от бактерий. Так был открыт пенициллин. Это был первый в мире современный антибиотик. Завершив работу над проектом, мы убедились, что наша гипотеза подтвердилась. Существуют как вредные, так и полезные бактерии. Но жизнь на планете Земля без них невозможна. Представляем продукт нашего проекта. Вкусный и полезный йогурт. А чтобы убить все вредные бактерии, представляем второй продукт мыло-ручной работы. Спасибо за внимание. Один микрофон оставьте себе, чтобы отвечать на вопросы, а второй я возьму в зал. Ребята, оставайтесь на своих местах, время вопросов. Если какие-то вопросы у вас есть, что вы не услышали в докладе, или может быть что-то вам важно уточнить. А, давай. Представься, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут София Коваленко, и у меня есть такой вопрос. А как делается, если не услышали или не рассказали, как делается этот йогурт? Вначале мы покупаем специальные бактерии, потом молоко, их добавляем, перемешиваем и ждем несколько часов. Да, 8 или 10 часов. Еще есть вопрос. Ага, вижу. Тоже представьте. Меня зовут Захар, у меня есть такой вопрос. А есть такие бактерии, которые одновременно... То есть они и не полезны, но и не вредят организму. Такие бактерии есть? Нейтральные. Да. Бактерии ни о чем. Каких бактерий нет? Есть либо отдельные, вредные, либо полезные. Понятно. Есть они либо вредные, либо полезные. А, Лиза. Меня зовут Лиза. У меня есть один вопрос. Почему вы выбрали именно эту тему? Потому что бактерии заинтересовали нас. Почему их нельзя увидеть? Какие бывают они? Можно ли увидеть их через микроскоп? Еще мы хотели их получше узнать. И, может быть, как-то тоже узнать, как, можно сказать, реже болеть. И узнать, какие виды бактерий существуют. Исчерпывающие ответили на вопрос. И, может быть, у жюри есть. Или у учителей есть вопросы. У жюри всегда есть вопросы. Ребят, ну, спасибо большое за такое исследование вашей темы. Скажите, ну, а вам добавила знаний, опыта или вот чего-то полезного? Вся эта информация, которую вы теперь владеете, и которую вы, наверное, через себя пропустили, да? Выполняя все эти опыты, изучая литературу, изучая какие-то исследования, возможно, не ваши, ученые, которые ранее производили. Вот для вас какую пользу эта информация на сегодняшний день имеет? Мы очень много узнали про них. Например, существуют ли полезные бактерии? А зачем вам нужна эта информация? Вам она для чего? Ну, чтобы, например, реже болеть. Хорошо, спасибо. И еще, чтобы узнать много видов бактерий. И их название. И чтобы, можно сказать, ближе познакомиться. То есть вы прямо близко познакомились, да? Можно и так сказать. Хорошо, спасибо большое. Большое вам спасибо за такой интересный доклад, за такое вкусное угощение, за ароматное мыло. Уже видно по его виду, что оно чудесное. Вы сами мыло делали? Да. А кто делал мыло? Я и Вера. Я и Вера. А йогурт делал ты, да? Да, я и Вера. А чья идея была сделать? Йогурт и было. Ирина Владимировна, ну и наша. Мы вместе. Да, мы подоградим. Что калитей очень подойдет. Йогурт и... Из бактерий. Йогурт из бактерий. Точнее, из дрожжей. Из дрожжей. Из дрожжей. Дрожжей. Ну, спасибо большое, ребята. Большое вам спасибо. Давайте похлопаем. Калитей. Пускайтесь вниз. Пускайтесь в зал. Задевайте свои места. Мы приглашаем следующих... Сейчас я объявлю следующих участников. Итак, сейчас приглашается 3-й В-класс. Коллективный проект «Какой хлеб полезней?» И готовится 3-й А-класс. Коллективный проект «Почему мы болеем?» Сейчас слово 3-й В-класс. На сцену. Добрый день, уважаемые члены жюри. Педагоги... Добрый день, уважаемые члены жюри. Педагоги и ребята. Мои друзья. Илюша, Даня, Лиза, Полина, Захар. Они будут предоставлять вашему вниманию наш проект. Из чего печется хлеб, что едим мы на обед? Хлеб печется из муки, что дают нам колоски. Рожь, пшеница, дверь из века щедро кормит человека. Плюшки с маком, кекс-сметаной, черно-стмином пеклеваной. Калачи, батоны, халы. Хлеб для маленьких и старых. Детагоги и Наташи. Добрый хлеб, кормилец наш. Вы, наверное, уже догадались, о чем пойдет речь в нашем проекте. О чем полезнее? Да. О каком хлебе? О какой хлеб полезнее? Да, верно, о хлебе. А точнее мы решили узнать, какой хлеб полезнее. А, мы предположили, что черный хлеб полезнее белого. В русской культуре хлеб всегда занимал особое место. Считалось, что люди, разделившие метку с собой хлеб, становятся друзьями на всю оставшуюся жизнь. Мы очень любим хлеб. Это один из главных продуктов питания человека. Сейчас в магазинах очень большой выбор хлеба. Это и белый, и серый, и ржаной, и оттуда ноль. Существует разное мнение по поводу, на какой хлеб полезнее. И мы решили это узнать. Мы решили узнать, как выбрать хлеб, который был бы не только вкусным, но еще и полезным для нашего современного организма. И вот немножко употреблая работа. Из отличных источников мы узнали, что хлеб содержит сахар, крахмал и клетчатки. Чтобы подтвердить это, ребята провели опыты и сделали выводы. Сейчас они расскажут вам о своих опытах и выводах. Первое, что мы решили выяснить, в таком хлебе сахар стоит больше. Для этого мне понадобится ломтик черного хлеба из сковорода. Я положила черный хлеб на сухую сковороду и каждые 15 секунд отсчитывала, когда он начнет подгорать. Мое время составило 12 секунд и 2 минуты. Мой друг Даня провел такой же опыт, но с белым сковородом. Сейчас он об этом расскажет. Мне следа не понадобилось ломтик белого хлеба из сковорода. Я положила ломтик белого хлеба на сухую разогретую сковороду и каждые 15 секунд стал его осматривать. Это время составило 1 минуту 43 секунды. Осуждая с приемом, мы сделали вывод, что в белом хлебе больше сахара, чем в черном. Судя в здании, мы пришли выводы, что черный хлеб полезнее белого, потому что в нем содержит сахара меньше. А мне предстояло выяснить, в каком хлебе больше содержания крахмала. Для этого мне понадобилось стакан с водой, ломтики черного и белого хлеба, йод. В стакан с водой я капнул немного йода и по очереди опустил туда черный и белый хлеб. И я увидел, что белый хлеб окрасился в синий цвет больше, чем черный. К какому же выводу я пришел, что в процессе производства муки удаляются для нашего организма ценные белки. И в результате остается практически чистый крахмал, а его избыток ведет к ожирению. Крахмал очень вреден для здоровья, особенно для больных диабетом. Мы много говорим о кольде хлеба, и мы решили узнать, в каком хлебе содержится большее содержание клетчатки. Мы положили в кормушку один кусочек белого и черного хлеба, и стали на жидать. Через некоторое время мы заметили, что птицы хлебали белый хлеб, но не хлебали черный. Почему? Спасибо, ребята. Потому что он вкуснее. Потому что он полезнее. Да. Там меньше шар. Да, потому что в черном хлебе содержится больше клетчатки, а клетчатка придает черный хлеб найти свой вкус. Из-за этого птица белый хлеб, извините, черный хлеб не пригоден для птиц, но для человека он полезен, так как способствует работе кишечника, и восстановлению полезных бактерий в организме. Проведя исследования и обсудив их результат, мы пришли к выводу, что черный хлеб полезнее. Наша гипотеза подтвердилась. Но в процессе нашей работы возник другой вопрос. Какой хлеб полезнее? К этому... И мы решили с этим вопросом обратиться к нашему журналисту. И мы решили с этим вопросом. Кормы! Пять? Пять кормы. А мы уже запишем номер 2 раза уже. Я предлагаю вам попробовать белый и черный шлеб. Машка, на чего? Пробойте сейчас. Вообщем, как вы перенесли. Это очень много. И что? У каждого человека свой вкус Кому какой хлеб нравится Тот и ешься Спасибо за внимание Есть ли у ребят или у учителей Может быть вопросы Вопросов нет Есть у жюри комментарии Конечно, у жюри всегда есть комментарии Ребят, ну здорово, слушайте Такая презентация проекта, легкая Но тема глубокая И тем не менее Вопрос повисит все-таки Хлеб можно вообще есть? Да Точно? Не вредно? Нет А вот так, да? То есть в умеренных дозах А какой все-таки лучше есть? Черный или белый? Черный Черный полезный Для кого? Да? Ну то есть особого вреда не будет? Да Ну хорошо, спасибо Спасибо большое Такое исследование у вас было Глубокое Проект интересный И самое главное Вкусный И для вас Такой ценный В плане информации Понимать Какой хлеб есть Спасибо Аплодисменты Присаживайтесь в зал Это был 3-й В класс Коллективный проект Какой хлеб полезней Сейчас мы пригласим на сцену 3-й А класс С коллективным проектом Почему мы болеем А готовится 3-й А класс Групповой проект на испанском Итак, 3-й А класс Почему мы часто болеем Коллективный проект С коллективный А класс Тема проекта Почему мы часто болеем Каждый день мы наблюдаем Следующую картину В школьном кафе Кто-то из учителей Постоянно уговаривает Кого-то из учеников поесть Аргументирует Свои уговоры Такими комментариями Типа Съешь А то живот будет болеть Съешь салат Там витамины для иммунитета Там же белки Съешь Это нужно для костей Съешь побольше Растущему организму Нужна энергия Перед приемом пищи После прогулки Мы часто слышим Ты руки помыл Там же бактерии Как ты можешь есть Грязными руками На прогулках и переменах Мы слышим Бери телефон Целый урок сидел Походи Что вы сидите Побегайте, попрыгайте Все это сводит к одному Если не будешь слушаться Взрослых заболеть Мы решили проверить На самом деле Это так Или это все Вымысел Взрослых Правда ли Влиять Немытые руки Нездоровое питание Нездоровый образ жизни На тело человека Начали мы Наш проект С того, что Узнали Несколько Значений Слов С медицинской точки зрения Здоровый образ жизни Это Физическая активность Полноценный сон и отдых Балансированная пища Гигиенический уход Гигиенический уход Правила поведения человека Для соблюдения Для соблюдения Частое тела И слои Болезнь Это любое отклонение От нормы здоровья Сопровождающиеся Ухудшением функций тела Неправильное Несбалансирование Питания Это Отсутствие Достаточного количества Здоровой пищи Употребление Большого количества Жира Сахара И соли Переедание Или Недоедание Низи Это Это Насчитает Организм От болезней И оказывается Что Почти Семь Семь Процент Минусет Находится В кишечке Для полной Катина Мы выяснили Что Ритовая Пищевод Желудок Печенкишечник Образует Желудок Кишечный Тракт Изучив теорию Мы решили узнать Правильно Не питаются Ребята В нашем Школьном Кафе Школьное Миню Разнообразное Извалантированное Для растущего Организма Не содержит Жирного Жареного Есть Свежие Фрукты Овощи Каши Супы Вторые Блюда Мы наблюдали Четине Недели Как едят Ученики В результате Исследования Выяснилось Что в разные Приемы пищи Дети Ведут себя По-разному Одни Съедают Большую Половину Другие Ограничимаются Средним Или Меньшим Объемом Если такие То почти Ничего Не ест Очень много Тех Кто носит Тарелки Только Наполовину Пустые Порой Даже С нетронутыми Мясными Изделиями Далее Мы решили Провести Анкетирование Которое Помогло Определить Пищевые Приоритеты Физическую Активность Учащихся Мы Опросили Около 40% Учащихся Начальной Школы И свели Все данные В одну Большую Таблицу Мы Проанализировали Каждую Анкету На наличие Ответов На закрытые Открытые Вопросы Нами Были получены Следующие Результаты Около 60% Опрошенных Употребляли Чаще Одного Раза В неделю Фастфуд И сладкие Газировные Напитки Также Чипсы Сухарики При этом Пили Маленькое Количество Воды И пренебрегали Свежими Овощами И фруктами Далее Мы Обратились К медицинскому Сосновнику Школы Мы Передали Списки Детей Которые По нашему Мене Находят В группе Лист И которые Неоднократно Обращались В больной Кривоте И проблемами ЖКТ Результаты Мы получили От каждого Класса В виде Числов Ведь Медицинский Сотрудник Не может Разглашать Вличную Информацию После того Как мы Присчитали После того Как мы Посчитали Все цифры Получилось То что 70% Детей Которые Находятся В группе Лист Часто Приходят С проблемами ЖКТ У метаработника Мы также Выяснили Как неподвижный Образ жизни Влияет на Организм Человека Оказалось Что при Неподвижном Образе Жизни Человек Тратит Меньше Энергии Чем он Получает Взамен Что вызывает Ожирение И деформирует Мышцы И кости И другие Внуки Неодовы На этом Мы не остановились Мы решили Выяснить Правда ли На наших руках Есть Бактерии Про которые Нам говорят Каждый день И на самом Неделе Мытье рук С мылом Помогает Избавиться От бактерий Если они есть Но Сначала Мы опять Понаблюдали За Ребятами Как они Моют руки Перед Приемом Пищи Первое Что мы Заметили То что Очень маленькое Количество Ребят Которые Самостоятельно Подходят К раковине И тщательно Моют руки С мылом Большое Большее Количество Только лишь услышат Напоминания учителя Идут мыть руки И так эти ребята Поделились на две группы Первые Моют руки С мылом В течении Десяти секунд Вторые Имитируют Мытье рук Либо подходят И уходят От раковины Либо Либо просто Моют руки Водой Также Мы заметили Что некоторые Ребята Не пользуются Для вытирания Рук Бумажными Салфетками А собственными Брюками Или юбками Сложилось впечатление Что большинство Идут мыть руки Только после того Как им сказал Взрослый человек Потом Из интернета Мы узнали Как понять Есть ли на наших Руках бактерии Нам понадобятся Чашки Прэм Учители по биологии Мы узнали Можно ли проводить Нужные нам опыты В школе Как правильно А какая Питательная основа Нужна для бактерий Как правильно Выращивать бактерии Как нужно После этого Мы приступили К работе Взрослые Помогли нам Придезинфицировать Чашечки Петри И приготовить Куриный бульон Далее Мы приготовили Питательную среду Для бактерий Растворили Агар-агар В бульоне Затем Мы перелили В чашечки Петри Нашу Смесь И старались Делать это все Стерей Для этого Мы поделились На группы На контрольную И экспериментальную В 9.00 Каждая группа Отпечатала Свой палец Чашечки Петри На руки Никто не мыл В 9.40 Мы повторили Этот же эксперимент Только Экспериментальная Группа Вымыла руки А контрольная Нет Уже через сутки Был виден результат Как бактерии Были в чашечке Оказалось То, что Учащиеся Начинают Свой день С бактериями На руках Через 40 минут Бактерий Стало больше Это подтвердило Чашечки Петри Контрольной группы Которая руку Не мыла Экспериментальная Группа Наоборот Мы меньше бактерий Мы решили Разобраться Почему Бактерий Все же осталось Оказалось Что некоторые Мыли руки Привысили для себя Способом Не тщательно Когда надо быть 30 секунд Тщательно Обмывая Каждый палец И чтобы поставить Жирную точку В нашем проекте Мы решили Выяснить Какие заболевания Могут вызвать Грязные руки Малоподвижный образ жизни Неправильное питание Выводы Большее количество Несерьезно Относится К правильному питанию И пренапрегаются В этом взрослым Также Не считают Обходимости Мытья рук Благодаря нашему проекту Мы пересмотрели Свои отношения И к питанию в школе И к фасюду И даже к мытью рук Также мы хотим сказать Что предостережение Которое мы ежедневно Слышим от взрослых На наш взгляд Малоэффективны Слова должны поддерживаться Наглядным материалом Наш проект Это игра Наглядный проект Помогает узнать Пищеварительную систему человека К ней относятся К ней относятся Пищеварительную систему Так Пищеварительную систему Пищеварительную систему У нас есть два мальчика Один любит мыть руки А другой нет Еще наши мальчики любят Есть здоровое питание И неправильное Давайте определим Что относится К здоровому питанию А что к вреду К вредному питанию Относится Брокколи, каша, груши И многое другое А к вредному питанию Относится Это газированные напитки, бургеры и жареные продукты. Далее мы видим, что у нас есть грустный мальчик. Но почему же он грустный? Да все потому, что у него вязные руки и болит живот. Но все же, что может болеть в животе? В животе может болеть пищевод, может болеть желудок, может болеть печень и может болеть кишечник. Желтые кружочки это показания то, что пищеварительная система нездорова. Для более взрослой аудитории мы подготовили QR-коды, которые можно просканировать и увидеть настоящие органы. Спасибо. 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 Здорово. Спасибо. Да, спасибо. Здорово. Здорово. Вопросы. Вот, вижу одну руку. Нет? Нет вопросов? Может быть, есть вопросы? Вопросы. Меня зовут Кира, я в классе третьем В. Я хотела вам задать один вопрос, для чего нужны здоровые питания? Здоровое питание нужно для того, чтобы не болело живу. Злата, вопрос. Ребята, они очень много рассказали, поэтому ваш вопрос должен, как бы, не на знание их материала, но на то, что вам может быть непонятно или, может быть, что-то хотите уточнить. Почему вы выбрали именно эту тему? Актуальность для вас. Мы выбрали эту тему, потому что... Мы выбрали эту тему, потому что очень много ребят, у которых проблема с ЖКТ, и мы бы хотели им помочь. Вопрос, да? А что такое ЖКТ? Ну, они говорили, желудочно-кишечный тракт. Говорили об этом. Ребята, слушайте внимательно, пожалуйста, что говорят. Ваш вопрос, он либо на уточнение, либо что-то, может быть, вам непонятно, или что-то, может, еще не прозвучало, чтобы вы хотели узнать. А у взрослых? А, у тебя. Давай. Давай. Меня зовут Дамир, и у меня есть вопрос. Как вы помогли детям в ЖКТ? Хороший вопрос. Дело в том, что мы хотели не совсем помочь детям с заболеванием ЖКТ. Мы хотели помочь здоровым детям, чтобы они не заболели и не испытывали болевые ощущения, как у детей с заболеваниями ЖКТ. Ива, сохранить здоровье. Сохранить здоровье детям, у которых нет проблем. А, жюри, комментарий. Ребят, я вас благодарю. И вот Ева сейчас просто виртуозно дала ответ на вопрос. Действительно, мы не говорим сейчас о больных детях, да, им занимается кто? Врач. Да? Мы можем только что предупредить. И какие-то советы дать правильные, нужные, полезные. Правильно? Слушайте, а я, как вот учитель, всегда думала, что когда дети говорят, у меня болит живот, что это такая манипуляция была, чтобы не учиться. Да? Нет? То есть что? Это правда? Руки грязные. Да? Да? Вот так это всё работает. Слушайте, мы сегодня с утра уже столько послушали разных советов. У нас первоклассы начались с чашек Петри, да? Нам рассказывали о яблоках грязных, о руках. Да, да, да. А теперь ещё вот вы нам здесь добавили информацию. Ну, есть о чём задуматься. Вы-то сами как теперь? Улучшили свою ЖКТ? Да. Точно? Ощутимо? Руки моем? Да. Галина Николаевна не уговаривает? Нет. И едим хорошо в столовой, да? Всё, да? Всё, что нам, шеф-повар наш готовит. Наш проект нас самих научил. Да. И прекрасная, послушайте, прекрасная игра, которая наглядно показывает, да? Все плюсы и все минусы. Ну, взрослых вы напугали, конечно. Теперь точно будем думать, да? Йогурт есть или хлеб? Хорошо. И какими руками? Да. Спасибо, ребят, большое. Всё хорошо, да. Проект очень интересный. Представьте, дорогие ребята, аплодисменты третьему А-классу. И у нас предпоследний проект. Предпоследний проект, он будет на испанском языке. Третий А-класс, групповой проект. Я русский перевод скажу. 10 золотых правил безопасного поведения на улице для детей. По-испански написано очень красиво. Я надеюсь, что по-испански вы нам скажете, как это правильно. И готовится после них золотая кнопка Ютуба. Третий, четвертый класс. Итак, приглашаем на сцену третий А. Групповой проект на испанском языке. Микрофон вам нужен? Они громко разговаривают. Ребят, проходите. А, вот они. О, уже. Групповой. Групповой. Тема нашего проекта. Групповой. 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 Дети будут больше всего времени проводить на улице. Они должны знать правила безопасного поведения на улице или в общественных зданиях. Методы, цели, задачи вы можете увидеть на славе. Я тоже. Помогите линии безопасности в обучении? Конечно. Ты знаешь, что делать на улице? Ты можешь ходить на улице только через патрон, через патрон, через патрон, через патрон, через патрон. Пусть выходит на коле. Exacto. Но вы можете играть в месительную экскурсию. Если вы хотите на колесо, то вы можете играть в месительную экскурсию. Но вы можете играть в месительную экскурсию. Если вы хотите играть в месительную экскурсию, то вы можете играть в месительную экскурсию. И 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 вы можете играть в месительную экскурсию. Субтитры делал DimaTorzok Hay muchas reglas. Primero, no puedes encender el fuego en el borde. Y no puedes tirar basura en el baño. Y no puedes recoger las flores y las plantas. Perfecto, comprendo todo. Vamos a disfrutar de nuestras vacaciones de manera segura. Adiós, Jorge, felices vacaciones. Lo mismo, Bárbara. Hasta pronto. Aplausos. 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 Ну что, завершает нашу конференцию сегодня очень большую, объемную. Сколько было? 18, получается? 18 докладов. Очень серьезные доклады были. И последний доклад, шестой научно-практической конференции начальной школы Эврика, называется «Золотая кнопка Ютуба». И представит его 3-4 классы. Аплодисменты и просим за сцену. Микрофончик вам нужен? Не знаю. Вам нужен? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы презентуем наш проект. Наши проекты. Ютуб-мастерской. Наш руководитель Валерия Витальевна. Тема нашего проекта – «Золотая кнопка Ютуба». Цель нашего проекта – узнать, возможно ли получить золотую кнопку Ютуба, снимая различные видео и публикуя их на канал. Задача нашего исследования. Первое. Изучить, сколько подписчиков надо для «Золотой кнопки». Второе. Выяснить, какой контент сейчас популярен. Третье. Выяснить, какой контент интереснее всего снимать. Четвертое. Создача Дуб-канал. Пятое. Придумать идеи для видеоконтента. Снять сценарий. Перевести его на английский. Снять идеи. Шестое. Выложить на Дуб-канал. Вы выдвинули несколько гипотез. Первое. Предположим, что на наш канал сразу же подпишется 100 человек. Второе. Возможно, что наше видео будет выбирать все тысячи просмотров. Третье. Что, если съемки на английском языке привлечут больше людей, чем из других стран? Третье. Творческими продуктами являются наши видео и Ютуб-канал. Основным методом нашего проекта является эксперимент. Также мы исследовали нашу систему «Золотая кнопка Ютуба» с помощью различных интернет-источников. Мы хотели узнать, что дают наши каналы, тысячи подписчиков, просмотров и лайков. Мозговые штормы помогали нам с определением видео. Работа в группах, обратная связь с членами группы и обсуждениями помогали нам для выбора темы для видео. Наша работа актуальна, потому что сейчас большинство человек смотрят видео и уделяет этому развлечению не менее двух часов в неделю. Второе. Людям легче смотреть, чем читать. Третье. Доступ к интернету есть практически у каждого пользователя, поэтому есть возможность смотреть видеоконтент из любой точки мира в любое время. Четвертое. Яркая и развлекательная форма подачи способствует высоким просмотрам. Пятое. Английский язык – язык в международном уровне. Создание видеоконтента на английском языке увеличивает шансы привлечения аудитории со всего мира, что позволяет в будущем сделать международное комьюнити. Этапы работы. Первый этап. Подготовительный этап. Выбор темы и уточнение названия. Одна неделя. Второй этап. Сбор информации. От двух до трех недель. Третий этап. Практический этап. Эксперимент и анализ материалов. Около четырех недель. Четвертый этап. Изготовление продукта. От двух до четырех недель. В зависимости от сложности видео. Пятый этап. Обобщающий этап. Подготовка к выступлению. Одна неделя. Подготовка к презентации проекта. Одна неделя. Защита проекта. Одна неделя. Мы начали свою работу с того, что создали ютуб каналы и скачали приложение для видеомонтажа. Потом мы снимали видео и писали сценарий. А завершили мы свою работу тем, что смонтировали и выложили на ютуб каналы. На кончик проекта мы можем сказать, что не все, что мы задумали, у нас получилось. Например, мы не получили золотую кнопку ютуба, потому что видеоконтент это действительно сложное занятие. Нужно удерживать аудиторию интересными, яркими видеороликами. И это потребуется не один год. Тем не менее, мы смогли создать свои личные ютуб каналы, получить первых подписчиков, тысячи просмотров и лайки. Мы смогли себя проявить с творческой стороны, узнать, что нам интересно снимать и понять, насколько важно учить английский, чтобы привлекать больше зрителей. Работа над проектом показала, что видеоконтент нужно выкладывать регулярно, так как ютуб обязательно продвигает только те видео, которые аудитория досматривает до конца. Поэтому нам нужно улучшать монтаж и идеи, и быть интересным публике, а также продолжать изучение английского языка, чтобы продолжать на нем снимать видеоконтент с легкостью. Пример. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok